3, 2, 1 Бум, отлично, мы в эфире Спасибо тебе за то, что пришел Я поглощал все написанное тобой И слушал тебя довольно давно Приятно, наконец, встретиться Спасибо за приглашение Не за что, не за что Ты из тех редких людей, которые Являются Крупными инвесторами Глубоко вникаешь В тех-индустрию И одновременно у тебя крайне сбалансированная Философия о том, как нужно жить Вместо того, чтобы полностью Посвящать жизнь Достижению успеха В частности, финансового успеха И заниматься инвестициями в тех-сфере Ты рассуждаешь о том, как прожить счастливую жизнь Как можно достичь Таком положении и баланса Думаю, людям нравится меня слушать Потому что По примеру, если ты идешь в цирк И видишь медведя Это вроде интересно Но не очень Если видишь моноцикл Тоже не очень интересно Но вот медведь на моноцикле Это уже действительно интересно, да? Когда ты сочетаешь несочетаемое У людей возникает интерес Вспомни Брюса Ли, которому удавалось сочетать проницательную философию с боевыми искусствами Еще дело в том, что у всех людей довольно обширные интересы Мы многогранны, но при этом по жизни на нас вешают ярлыки На глубинном уровне мы знаем, что так быть не должно Каждый человек, по сути, способен чувствовать и генерировать разные идеи Ты работаешь на UFC А еще комиком, комментатором и подкастером Но ты шире своей деятельности Ты также являешься отцом, любовником, мыслителем и так далее Я люблю модель жизни, которая была в древности В Древней Греции и Риме В самом начале, в детстве Ты ходишь в школу Затем идешь на войну Затем занимаешься бизнесом Затем баллотируешься в Сенат или заседаешь в правительстве Затем становишься философом Это арка жизни, в которой вам удается попробовать все Как любит говорить мой друг Специализация — удел насекомых Все способны заниматься чем угодно Я больше не верю в ту модель, когда ты посвящаешь свою жизнь чему-то одному У нас ведь одна жизнь Делайте все, что вам нравится Не могу не согласиться Я думаю, что иногда люди находят успех на одном поприще Начинают думать, что теперь это их ниша И они зацикливаются на этом И никогда не меняются Как будто из-за страха Это сложно, потому что Взять, к примеру, альпинизм Если вы решаете покорить определенную вершину И тратите всю жизнь на то, чтобы взобраться на нее И, скажем, на две трети пути вы уже видите вершину Вы высоко уже прошли две трети пути Если так получится, что, чтобы покорить вершину, нужно спуститься вниз и начать все сначала По другому пути никто этого сделать не захочет Люди не хотят начинать все заново В зрелом возрасте они говорят, что у них нет на это времени Тяжело возвращаться в начальную точку и искать новый путь Хоть это, возможно, является лучшим вариантом Когда вы начинаете изучать биографии Великих деятелей искусства и изобретателей То замечаете, что все они обладали способностью Начинать все сначала, в отличие от других Илона могут называть идиотом Но он всегда может начать все сначала И заняться таким проектом В области которого у него, как говорят, недостаточно квалификации Взять Мадонну, Пола Саймона или Юту Когда они выпускают новый альбом Их существующая фан-база чаще всего его ненавидит Потому что они формируют под него совершенно новый стиль Который они придумывают, вдохновляясь чем-то другим И частенько они промахиваются Нужно не бояться выставить себя дураком И не бояться быть новичком в каком-то деле Если этим не заниматься, ты попросту стареешь Да я даже не знаю, связано ли это со страхом Выставить себя дураком Для меня самое интересное — это становиться лучше в каком-нибудь деле Учиться чему-то Реально круто отслеживать свой прогресс В каком-то новом занятии Я живу ради этих ага-моментов Когда в голове щелкают между собой две вещи Между которыми ты раньше не видел связи И теперь это идеально укладывается в голове Тем самым фундамент понимания этих вещей становится прочнее И на нем выстраиваются новые идеи Вот ради чего я живу Да Удовлетворение собственного любопытства Этим постоянно занимаются маленькие дети Мой книжка постоянно повторяет Почему, почему, почему Я пытаюсь отвечать, но понимаю, что на половину вопросов Я на самом деле не могу дать точно ответ Сам не знаю, почему это Просто запомнил ответ Это не имеет ничего общего с настоящим пониманием Да, странные бывают диалоги, когда разговариваешь с детьми Все сводится к тому, что ты признаешься, что на самом деле знаешь немного Да, многое просто запомнил Да, и есть вопросы, на которые нет ответов Да, ты понимаешь, что можешь дать ответы лишь на некоторые вопросы А на остальных вопросах у тебя поставлены заплатки Или шлагбаумы Мол, сюда ходить нельзя Стоит заплатка, потому что на самом деле Ты не знаешь ответа на вопрос о смысле жизни Или о том, как мы появились И многое ты просто запомнил Сейчас во многом знание Лишь внешнее и интеллектуальное дополнение цивилизации Мы знаем, что они есть Ответы существуют Что-то я смотрел и что-то запомнил Я вроде понимаю, как крутятся деньги в Федеральном резерве Как их печатаю, что делает правительство Но не особо Точно, не так хорошо, чтобы преподавать это в университете Да Думаю, сейчас люди ко всему так относятся Ограничиваются одной страницей Одним абзацем Кратким пересказом объяснения серьезных тем Хотя на самом деле они очень сложны TLDR, как говорится Не надо мне лекций, дайте книгу Не надо книг, дайте запись в блоге Не надо блога, дайте твит Не надо твит, я и так все уже знаю Да Меня удивило то, как ты читаешь Просто я думал, что это со мной что-то не так Я делаю то же самое Ты не читаешь книги от корки до корки Ты читаешь одну книгу Перескакиваешь на другую И читаешь по настроению То, что вдруг становится интересно Я рос в Нью-Йорке и воспитывался матерью-одиночкой Она использовала библиотеку в качестве места для моей передержки Мы жили в неблагополучном районе Она говорила мне, чтобы после школы я сразу же шел в библиотеку и не выходил Пока она не заберет меня поздним вечером Я, по сути, жил в библиотеке Там я прочитал все Каждый журнал, каждую энциклопедию, каждую книгу, каждую карту У них закончились книги, которые я не читал Я перерос эту идею о том, что прочтение большого количества книг Или прочтение от корки до корки Это нечто, чем стоит хвастаться По сути, когда люди выкладывают в Твиттер или Инстаграм фото с кучей книг, которые они сейчас читают Это делается для того, чтобы покрасоваться На самом деле, я бы вновь и вновь перечитывал лучшую сотню книг До тех пор, пока я их досконально не изучу Чем буду стремиться прочесть все книги мира У нашего мозга есть лимиты запоминания информации Лимиты памяти Если под завязку забить свою голову, все сведется к нулю Тем более в книгах бывает много чуши Я не читаю книги для того, чтобы их прочитать Я читаю для того, чтобы утолить свое искреннее любопытство И я ничем не ограничиваюсь Можно прочитать какую-нибудь чушь Можно почитать историческую книгу Или художественную Научную литературу Или фантастику Сейчас я чаще читаю фантастику, философию, научную литературу Мне просто это интересно Но я читаю, чтобы понять что-то новое Хорошая книга пролетает мгновенно Я не стремлюсь все читать по порядку Я могу не закончить книгу Я нахожусь в поисках новых идей Вещей, которые я не понимаю И когда я нахожу что-то действительно интересное Я начинаю это обдумывать и изучать Когда мне это наскучит, я бросаю И принимаюсь за другую книгу Благодаря электронным книгам В моем киндоле или iBooks Одновременно открыты 50-70 книг И я постоянно переключаюсь между ними Это также является своего рода защитным механизмом Ведь в современном обществе Мы слишком быстро должны обрабатывать Большие потоки информации Поэтому мы не способны долго на чем-то концентрироваться У нас есть Twitter, Instagram, Facebook Мы привыкли к постоянным информационным бомбардировкам Можно взглянуть на это с негативной стороны Признать, что вы не способны долго на чем-то сконцентрироваться Но можно отнестись к этому позитивно Благодаря этому вы обладаете мультизадачностью И способны быстро находить нужную информацию Если вас заинтересует какой-то тред Вы сможете копнуть в него глубже Найти информацию в других соцсетях, библиотеках, книгах И сможете быстро докопаться до сути вопроса Будто обладаете личным доступом к Александрийской библиотеке Я не записываю и не отслеживаю книги, которые я прочитал Главная задача — это понимание новых концепций Да, ты затронул два важных вопроса Во-первых, это взаимоотношения социальных сетей с книгами Да и вообще с чем угодно Это очень странный способ демонстрации своего образа жизни Вы показываете лучшие аспекты вашей жизни сквозь стекло экрана Вы показываете нереалистичную картинку вашей жизни Которую вы пытаетесь культивировать и редактировать И я тоже в этом повинен Да все мы, я тоже Я фоткаю с собакой во время каждой пробежки Да, мы постоянно подаем разные сигналы Вместо того, чтобы честно взглянуть на свою жизнь Мы представляем, как другие люди видят нашу жизнь Своеобразный взгляд на жизнь в третьем лице Это своего рода болезнь Благодаря социальным сетям мы все стали знаменитостями А знаменитости — самые несчастные люди на Земле, так? Потому что они выстраивают собственный имидж, который подкрепляется комплиментами Каждый раз, когда тебе или мне говорят комплименты, мы говорим «Ох, спасибо» Он становится кирпичиком нашего имиджа А затем вам встречается какой-то идиот Один из десяти или сотни человек, которые с вами взаимодействуют И он с легкостью способен его разрушить Ведь требуется не так много оскорблений для того, чтобы нивелировать массу комплиментов Так что сейчас на нас лежит тяжелая ноша собственного имиджа, на который легко напасть Из-за того, что ты известный, знаменитый человек, люди на тебя нападают Быть знаменитостью очень тяжело Я писал в одном из моих твитов Все они, по сути, напоминания самому себе Лучше быть богатым анонимом, чем бедной знаменитостью Но тут есть свои преимущества Конечно, конечно, мы пошли по этому пути Но у тебя появляются необычные проблемы, к которым нельзя быть готовым И это невозможно понять, пока сам с этим не столкнешься Мы как-то с женой это обсуждали Людей, которые подходят к тебе, им плевать на то, чем ты сейчас занимаешься Их не волнует, что я провожу время с дочкой Я ее держу, кормлю, мы о чем-то спорим Возможно, она плачет И тут ко мне подходит какой-то бро, которому обязательно нужно со мной сфоткаться И все остальное не важно Его потребности важнее моей дочери И жена сказала, что до знакомства со мной она думала, что это неотъемлемая часть жизни знаменитостей Люди настолько тебя любят, что тебе приходится таким образом платить А теперь, когда это стало частью ее жизни Когда это влияет на детей, на наших друзей Ее это раздражает Это нечто нездоровое Нельзя так обращаться с людьми А для людей это своеобразный челлендж Когда ты становишься знаменитым, ты своим присутствием бросаешь окружающим вызов Они хотят подойти к тебе, особенно сейчас Ведь если они с тобой сфоткаются, их профиль в соцсетях станет популярнее Эй, смотрите, с кем я сижу А ну-ка улыбнись, улыбнись Анонимность — это привилегия Но с другой стороны, мы сами виноваты Мы навлекли это на себя Да, но мы этого не осознавали Осознавали, но это нас не остановило Мы знали, что сможем извлечь из этого свою выгоду Бывает, когда кто-то подходит ко мне на улице, я слегка недоволен Но бывает, что я благодарен этим людям Ведь я работал над достижениями своего статуса Я его получил, так теперь расплачиваюсь Надо это принять, улыбнуться, как следует поприветствовать человека Но твой статус знаменитости отличается Ты являешься героем среди инвесторов Я герой молодых парней-гиков Так это одни из моих самых любимых людей Да, но думаю, не все мечтают стать такой знаменитостью Особенно парни Хочется, чтобы твоими фанатками были симпатичные девчонки Да, я просматривал статистику своих клипов на ютубе Так как выпускают там небольшой подкаст И 95% моей аудитории — мужчины Да, конечно, я тебе верю У тебя такой контент А какие у нас цифры? Где-то по 90 Ага Я знаю, что ты записывал небольшой подкаст, состоящий из коротких клипов в 3 минуты Да, просто я в Твиттере вел трет под заголовком «Как стать богатым, не надеясь на удачу» И он набрал популярность Вообще, я писал о наращивании собственного капитала Просто придумал кликбейтный заголовок Я пытался рассказать об универсальных методах накопления состояния Освоив которые вы сможете зарабатывать хорошие деньги и открыть свой бизнес Теория, которая легла в основу моего исследования, заключается вот в чем Есть три вещи, которые все хотят Вообще их больше, но начнем с трех основных Все хотят быть богатыми Все хотят быть счастливыми И все хотят быть здоровыми Конечно, кто-то скажет, что не в деньгах счастье И счастливым быть не обязательно И все это сказка для тупиц Но давайте признаем честно Все хотят быть богатыми, здоровыми и счастливыми Это святая троица Конечно, хочется обрести спокойствие, иметь уютный домашний очаг На ум приходят разные нужды Но эти три вещи, на мой взгляд, можно обрести Фитнесу я учить не буду Я уверен, что множество твоих гостей уже многое рассказали о поддержании физической формы Но лично я Родился в нищете, и мне было плохо Сейчас я довольно богат и счастлив И я работаю над этим Я научился определенным принципам, которые я соблюдаю до сих пор И я хотел поведать о них в общей форме так Чтобы вы сами до них дошли Потому что, в конце концов, я не смогу научить вас всему Я могу лишь вдохновить и дать несколько советов, которые могут пригодиться вам в будущем И этот подкаст раскрывал смысл моих твитов Всего было 36-38 твитов, которые составляли тред, ставшие популярным Они даже доступны на нескольких языках И эти принципы я вывел для себя, когда я был очень молод Мне было лет 13-14 И на протяжении 30 лет они были в моей голове Я жил по этим законам И я понял, что, к сожалению или к счастью, я научился анализировать бизнес-идеи И понимать, как добиться их максимальной реализации Чтобы зарабатывать на них и становиться богаче Планировать все в долгосрочной перспективе А не как банкиры, которым лишь бы навариться на каком-то кризисе Я знаю, как строить свой бизнес и помогать людям Быть полезным для общества Особенно это актуально для современных технологий, с которыми мы живем Сейчас потенциал безграничен Каждый выпуск подкаста раскрывает смысл одного из твитов Они короткие, по 3-4-5 минут Я не люблю повторяться и все разжевывать Я считаю, что если ты можешь сказать что-то новое То ты обязан это сделать В других случаях, скорее всего, кто-то уже выразил подобную мысль лучше тебя Я старался сделать свой подкаст информативным Лаконичным, вдохновляющим и не имеющим срока годности В нем можно найти всю информацию о принципах, которых следует придерживаться в жизни Чтобы через 10 лет добиться того, чего вы хотите Я записывал подкаст про то, как стать богатым Следующий я хочу записать про... Счастье Это, конечно, громкое слово Но хочется коснуться темы счастья и внутреннего покоя Потому что никому не хочется достигать успеха, при этом подвергаясь постоянному стрессу Быть несчастным и оставлять негативный след на свои жизни и жизни своих близких А ведь такое частенько происходит Потому что мы постоянно расставляем приоритеты, сложно преуспевать во всем Нужно стремиться к тому, чтобы стать тем мужчиной или женщиной, которые достигают успеха безмятежно, постепенно, непринужденно Хочется быть таким человеком, который во время кризиса может сохранять холодную голову И ты сможешь найти выход из сложившейся ситуации Да, насколько это только возможно Ты говорил, что счастье — это навык, которому можно научиться Получается, ты можешь научиться быть счастливым Ты развиваешь позитивное мышление и рассказываешь об этом друзьям Таким образом, ты будто подписываешь социальный контракт Теперь я счастливый человек, и этому статусу нужно соответствовать На этот счет у меня сотни техник Как ты смог развить эту? Существует ответственность перед окружением Люди пытаются соответствовать своим прошлым заявлениям Так я открыл свою первую компанию Раньше я работал в крупной организации и постоянно повторял, что я обязательно открою свое дело Что тут работать мне не нравится Я хочу заниматься собственным бизнесом и стать успешным предпринимателем А то прошли полгода, девять месяцев, и люди мне начали задавать вопросы Почему ты все еще здесь? Ты вроде как свою компанию собирался открыть Ты нас обманул, получается? Такой у них был посыл Таким образом, мы понимаем, что обязательство перед окружающим — мощная штука Если ты хочешь бросить пить, но ты не серьезно к этому относишься К примеру, говоришь себе, что ограничишься бутылочкой в день или будешь пить только по выходным Это остается твоим внутренним диалогом Но если ты серьезно относишься к своим намерениям, напиши об этом в соцсетях Расскажи друзьям, скажи Жене, что ты бросаешь пить Навсегда выкидываешь себе бутылки с дома и больше с ними вы меня не увидите Когда ты так делаешь, это подтверждает твои намерения Мы делаем выбор Также можно выбрать быть счастливым Об этом, конечно, не просто говорить Ведь есть люди, чья депрессия является клиническим диагнозом Также есть люди, которые не верят, что можно стать счастливым Потому что не хотят брать на себя такую ответственность Потому что в таком случае они сами становятся виновными в своем несчастье Но я не об этом Я говорю о том, что так же, как здоровый образ жизни, это может стать твоим выбором Быть здоровым — это выбор Правильное питание — это выбор Трудолюбие и зарабатывание денег — это выбор Счастье — это тоже выбор Если ты такой умный, тогда почему ты такой несчастный? Почему ты не способен решить эту задачу? Такой вызов я бросаю всем, кто считает себя умным и способным Если вы настолько умны, почему вам не удается изменить то, что находится здесь? Но есть люди, которые наслаждаются собственными страданиями Их стремление к вершине идеала и успеха заменяет им все остальные ценности В их глазах только достижение вершины успеха имеет значение Вам не нужно чем-то жертвовать Я считаю так Мы говорим слово «счастье», но у него миллион возможных значений То же самое с любовью Что именно значит это слово? Да, ведь можно сыр любить Да, дадим более точное определение Возьмем слово «желание» То, что я сейчас скажу, основано на старой буддистской мудрости Так что здесь ничего нового Желание — это контракт, который ты заключаешь самим собой И он предполагает то, что ты будешь несчастен, пока не получишь того, что ты желаешь Я всегда об этом помню Когда меня что-то расстраивает, я задумываюсь о том, какое мое подсознательное желание не исполняется Желать чего-то — это нормально Мы все являемся биологическими организмами, которые созданы, чтобы реализовывать свои желания Вы должны чего-то желать, у вас должна быть цель Но не нужно слишком распыляться Не стоит в хаотичном порядке держать их в своем подсознании Не стоит иметь тысячи желаний Кофе слишком холодный, мне сидеть неудобно Хочу, чтобы было потеплее Собака нагадила на ковер И мне это не нравится И так далее Выберите одно самое сокровенное желание, которое стоит своих страданий А все остальное стоит отпустить, чтобы жить спокойно и, наконец, расслабиться Тогда вы будете работать продуктивнее Большинство людей, подверженных депрессии, не могут найти себе покоя Их мозг постоянно перегружен У них слишком сильное самомнение Их мозг будто белка в колесе, работает не переставая Вы будто хотите стать профессиональным спортсменом Но при этом у вас постоянно случаются эпилептические припадки Вы дерганы, постоянно бегаете по кругу и не способны контролировать свои импульсы Этот принцип также актуален для бизнеса Вы должны оставаться спокойными, хладнокровными и сосредоточенными Уоррен Баффетт весь день играет в Риша, затем идет гулять на солнышке Он не перегружает свой мозг бесконечными потоками информации, переживая каждой мелочи Мы живем во времена, когда сила рычагов бесконечна Что я под этим имею в виду? Ваши усилия могут быть приумножены в тысячу раз Если вы используете платформу для подкастов, капитал, наемных рабочих или программирования Из-за этого значение правильных решений гораздо выше, чем раньше Потому что ваши решения способны повлиять на тысячи и даже миллионы людей Наилучший результат достигается благодаря ясному уму и обдуманным решениям Счастливый, то есть спокойный, размеренно мыслящий человек способен лучше принимать решения и достигать наилучшего результата Если вы хотите быть продуктивнее, вам следует приручить как свой разум, так и свое тело Мне нравится все, что ты говоришь, но Уоррен Баффет не из лучших примеров Потому что он вроде как пьет по 6 бутылок Кока-Колы в день и ест только Макдональдс Но он все еще жив Так это невероятно Все потому, что он не испытывает стресса Да, но он выглядит дерьмово Сколько ему лет? Хотя он уже довольно старый Чарли Мангеру вроде под 90 Он прожил долгую жизнь Интересно, как он живет Он ведь по-любому знает, что это вредно Но ему плевать Ему все равно Мне кажется, все дело в отсутствии стресса Это важный фактор Ему просто нравится пить Кока-Колу Может, она на него не так сильно влияет Может, он наслаждается фастфудом И он не готов отказывать себе в удовольствии И есть салаты с овощами Постоянно следить за тем, что он ест И беспокоиться обо всем подряд Иногда лучше выпить бокальчик вина, чтобы привести мысли в порядок Вместо того, чтобы слетать с катушек Точно, да И это касается не только мира бизнеса Вообще любой сферы Мне понравилось, как ты сказал, что можно позволить себе быть одержимым одной целью Но все остальное надо уметь отпускать Расставлять приоритеты И мы все любим линейно воспринимать окружающий мир Мы думаем, что вот мы работаем 8 часов И сколько мы поработаем, столько мы и заработаем Но это не так Парень на кассе продуктового работает больше, чем мы с тобой Но какой у него выхлоп, над чем вы работаете, с кем вы работаете и как вы работаете Гораздо важнее того, сколько вы работаете Выхлоп не растет пропорционально количеству затраченного времени Нужно работать как лев Мы с тобой не коровы, которые весь день пасутся Мы охотимся как львы Ведь люди по развитию ближе к хищникам, чем к травоядным Только веганам это не говори Точно, извиняюсь Слушай, я бы хотел, чтобы это было правдой Я не хочу есть мясо Будущие поколения будут воспринимать нас хуже рабовладельцев Из-за холокоста, которым мы устроили животным Но у них-то будет искусственное мясо, которое будет вкуснее и полезнее настоящего Гипотетически Гипотетически Являясь спортсменами интеллектуальных дисциплин Вы должны действовать как спортсмен Вы много тренируетесь Затем пробегаете спринт А потом отдыхаете Анализируете результаты и начинайте все заново Вновь тренируетесь, затем бежите спринт и отдыхаете А затем вновь анализ Думать, что вы будете получать постоянно выхлоп, занимаясь одним и тем же каждый день Это то же самое, что быть машиной Эти машины должны работать с 9 до 5 Люди для такой работы не созданы Восьмичасовой график — это не для нас Нет, я полностью с тобой согласен Но мне кажется, что если ты на кого-то работаешь То у тебя просто не было другого выхода К сожалению, таковы реалии Поэтому я и начал писать тот трет Во-первых, если вы хотите хорошо зарабатывать То нужно уяснить, что вы не станете богатыми, продавая свое время Даже доктора и адвокаты со ставкой в 3, 4, 5 сотен долларов в час не станут богатыми Потому что их уровень жизни растет пропорционально их доходам Им не удастся накопить достаточно, чтобы перестать работать Первый шаг на пути к состоянию — это вкладываться в бизнес Вы должны владеть бизнесом или его долей Быть инвестором или акционером Либо строить такой бренд, который вам наиболее близок Это приведет вас к финансовой свободе Да, меня еще удивило, как ты говорил о работе на себе Ты считаешь, что в будущем, через 50 или сотню лет Почти каждый человек будет работать на себе Мне кажется, ты выразился так Информационная эпоха развернет в обратную сторону прогресс индустриальной эпохи Да, если мы обратимся ко времени охотников и собирателей Вспомни, как мы развивались Мы работали на себя Мы общались и работали сообща в рамках племени, но каждый охотник-собиратель был автономен Люди накапливали ресурсы внутри небольшой группы Там не было начальников и жесткой расписанной иерархии Вплоть до менеджеров среднего и нижнего звена В аграрную эпоху общество стало более иерархичным Потому что надо было следить за хозяйством Но в большинстве своем фермы принадлежали семьям И только в индустриальную эпоху, когда появились заводы, возникла модель, внутри которой тысячи людей производили один продукт Появились начальники и расписание, которому нужно было придерживаться Но правда в том, что не важно, насколько ты богат Хоть ты самый успешный банкир Уолл-стрит Если тебе говорят, когда надо появляться на работе, что носить и как себя вести Значит, ты не можешь считаться свободным человеком На самом деле, ты не богат Сложилось такое мышление, что лучше работать по ставке и ходить на работу Это подразумевает то, что ты работаешь на кого-то другого Но информационная эпоха ломает подобное мышление У известного экономиста Рональда Коуза есть теория, в которой описано, почему компании настолько разрастаются Каким образом из одного человека она достигает размеров в сотни людей, а затем в тысячи Это связано с отношением внутренних транзакционных издержек к внешним К примеру, я строю дом И мне нужно, чтобы кто-то привез доски Хочу ли я, чтобы поставщик был из моей компании Или извне Выбор зависит от разницы в цене между внутренними и внешними транзакциями Если возникают сложности с постоянным подписанием контрактов Мне становится проще держать человека под своей крышей Если проще нанять кого-то извне, и это одноразовая акция, то тогда свой специалист не нужен В информационной эпохе управлять внешними транзакциями становится все проще С людьми стало проще связываться Это не требует много затрат Можно нанять специалиста через приложение, а затем оценить его услуги после проделанной работы Мы наблюдаем автоматизацию компаний Они оптимизируются и становятся меньше В Кремниевой долине это заметнее всего Создаются все новые стартапы, которые откалывают кусочки функционала огромных компаний, создавая из них большие рынки К примеру, небольшая колонка с объявлениями о доступных гостиницах на Крайглист превратилась в мощный сайт под названием Airbnb Это лишь один из примеров Отличный пример! Но мне кажется, дальше произойдет следующее Может через 10, а может через 50, а то и сотню лет Услуги высочайшего качества станут доступны всем Я не говорю о водителях Uber Я говорю о работниках высочайшего класса Причем в огромных количествах Вы просыпаетесь утром, у вас звонит телефон И вы видите 5 доступных предложений по работе от людей С которыми ты уже работал ранее или тебя кто-то порекомендовал Сейчас так происходит при работе над большими проектами в Голливуде Затем вы решаете браться за какую-то работу или нет Сразу же подписываете контракт Вам платят оговоренную сумму Еженедельно проводится оценка работы И когда вы закончили ее, вы отключаете телефон и улетаете на Таити Или куда-то в другое место, где вам хочется пожить в следующие 3 месяца Я думаю, что умные люди начали понимать Интернет позволяет иметь такие возможности Они начали работать удаленно, составлять собственное расписание Работать в удобное время, в удобном месте и с удобными людьми И этот способ зарекомендовал себя как самый эффективный Информационная революция позволяет нам проще общаться и взаимодействовать друг с другом Таким образом мы вновь можем работать на самих себе И это моя глобальная мечта Хоть сейчас я и владею компанией и нанимаю персонал Я всегда говорю работникам, что помогу им открыть свою компанию, когда они будут к этому готовы Я считаю это главным призванием Может не все смогут дойти до этого, но даже работать в компании из 10 или 20 человек Гораздо удобнее, чем работать в компании, где трудятся тысячи или десятки тысяч человек Восприятие людей как шестеренок в большой машине, у которых есть свое конкретное предназначение И которые должны запомнить один алгоритм и постоянно его придерживаться Уходит в небытие Мы вновь вернемся к небольшим группам людей, которые будут собираться, чтобы выполнить определенную миссию Затем, после выполнения задачи, они получают деньги и рейтинг И идут отдыхать, чтобы перегруппироваться до тех пор, пока не появится новая миссия Существуют ли такие исследования, которые касались зависимости уровня счастья от размеров компании? Я таких не слышал, но для меня это очевидно Это очевидная вещь Чем меньше компания, тем ты счастливее Тем лучше у тебя отношения с коллегами, меньше правил, больше простора для креатива и гибкости К тебе относятся как к человеку, потому что ты способен выполнять разнообразные задачи Коснемся обсуждения проблемы, которая возникла совсем недавно Безусловный базовый доход А также апокалипсис, который несет нам автоматизация Я обсуждал эту проблему с Эндрю Янгом, кандидатом в президент И он объяснил свою точку зрения по этому вопросу Он очень умный человек, предприниматель И он рассказывал про то, как автоматизация поглотит множество рабочих мест И люди окажутся за бортом Что ты думаешь о подобных перспективах в ближайшем будущем? Я озвучу не самую популярную точку зрения Я думаю, что не стоит искать решения для проблемы, которые не существуют В том плане, что автоматизация существовала с начала времен Когда появилось электричество, множество людей остались без работы Правда? Раньше люди сами носили воду, зажигали лампы и так далее Когда-то так же волновались о новых фабриках и заводах, да? Обо всех новых технологиях Даже о печатных станках Ну конечно, и это подталкивает людей на поиски новых творческих специальностей Вопрос не в том, исчезнут ли рабочие места из-за автоматизации Нет конечного числа рабочих мест Мы не распределяем какое-то количество рабочих мест, которое у нас осталось еще с каменного века Очевидно, что возникают новые рабочие места, и они гораздо лучше и интереснее Вопрос в том, насколько стремителен будет этот процесс Сколько рабочих мест пропадет и сколько появится Невозможно предугадать, какие новые профессии возникнут Если я 10 лет назад сказал бы, что ведение подкастов или игра в компьютерные игры может стать профессией Или можно стать комментатором матчей в компьютерных играх Ты бы надо мной посмеялся Раньше о таком нельзя было и подумать Но теперь такие профессии существуют Общество и цивилизации постоянно создают новые профессии Но нельзя предугадать, в чем будет заключаться их функционал Вопрос в том, насколько стремителен будет этот переход Дело в том, что несмотря на разговоры про апокалипсис автоматизации У нас сейчас самая низкая статистика по безработице Попробуйте объяснить это Где этот переход? Спасибо Трампу! Я к тому, что не вижу доказательств в цифрах Вопрос в том, насколько быстро мы сможем переобучать людей Это уже проблема образования У безусловного базового дохода есть несколько нюансов Во-первых, он прокладывает скользкую дорожку прямо к социализму Как только у людей появится право запрашивать доход в сочетании с демократией 51% снизу проголосуют против 49% сверху Думаю, те, кто в нем заинтересован, этого не хотят Но они об этом не задумывались как следует Как только появляется подобный механизм влияния в демократии В конечном счете он пойдет в разрез с капитализмом Который является двигателем экономического роста Таким образом, предпринимателей станет меньше Им будут не рады Я слышал, что безусловный базовый доход в 15 тысяч в год Обойдется в три четверти текущего ВВП При этом ВВП снизится из-за текучки предпринимателей Таким образом, страна станет банкротом Во-вторых, людям, которым повезло меньше, не нужны подачки Дело не в деньгах Дело еще в статусе Поиски смысла жизни Как только я начинаю постоянно давать тебе деньги, я понижаю твой статус Ты становишься гражданином второго сорта Нужно помогать обретать смысл Этот процесс напрямую связан с возможностями образования Нужно учить людей рыбачить Вместо того, чтобы кидать им со стола рыбьи головы, которые они будут доедать Это не решает проблемы поиска смысла И в-третьих, глупо давать каждому человеку 15 тысяч Все люди разные Нам с тобой эти деньги не нужны И мы снова возвращаемся к системе пособий Когда определяется, кто нуждается, а кто нет Я думаю, что лучший способ — это определить перечень услуг Которые должны быть доступны каждому И мы будем предоставлять эти услуги По мере увеличения темпов автоматизации Чтобы у каждого была крыша над головой Еда, доступ к транспорту, доступ к высокоскоростному интернету И телефон в кармане Вот что нужно дать каждому человеку И в конечном счете Что касается автоматизации Мне кажется, нам удастся достаточно быстро переобучать людей На сегодняшний день бытует миф, что взрослого человека невозможно переобучить Образование заканчивается на том, что ты заканчиваешь школу Поступаешь в колледж, выпускаешься из него и все Больше никакого образования Но это не так Сейчас существует большое количество онлайн-школ и курсов Некоторые даже платят тебе за обучение Можно обучать людей в больших количествах И учить их творческим специальностям Люди, которые так страстно рассуждают об искусственном интеллекте Никогда не писали сложный код Программирование — это мышление Гибкий и многогранный процесс Искусственный интеллект, который сможет программировать на уровне человека или лучше Это ИИ, который захватит весь мир Наступит конец света Конец человечества Но я могу привести аргументы в пользу того, что мы далеки от всего этого Люди думают, что... Я понимаю, что оказываюсь в оппозиции ко множеству известных людей по этому вопросу Но мы даже близко не стоим к созданию настоящего ИИ Мы этого не застанем Этого не произойдет в нашей жизни Угроза переоценена Я думаю, здесь замешан комплекс Кассандры Просто довольно весело говорить о конце света А еще, если прибавить комплекс Бога То мы получаем людей, потерявших религию Которые ищут новый смысл на краю истории Я думаю, что ИИ возникнет не скоро Потому что все нынешние разработки в области искусственного интеллекта Можно назвать ограниченными ИИ Они лишь замечают шаблоны Машины учатся различать объекты на экране или искать сигнал по звуку Мы даже близко не стоим к творческому мышлению Чтобы создать настоящий интеллект Нам нужно решить множество задач Во-первых, мы сами не знаем, как работает наш мозг Во-вторых, мы не способны воссоздавать паромеции или амебы Что уж тогда говорить о человеческом мозге В-третьих, предполагается, что анализ происходит на нейронном уровне Но природа эффективно использует все, что находится у нее под рукой Множество процессов происходит внутриклеточно У клеток есть свой собственный интеллект И предполагается, что нам потребуется 50 лет на то, чтобы идеально симулировать процессы одной отдельной клетки И примерно сотню лет, чтобы построить мозг, способный симулировать взаимодействие этих клеток И рассуждать, что мозг состоит из процессов, проходящих через нейроны, которые можно включать и выключать Это намеренное упрощение Я больше скажу, нет такого понятия, как интеллект Интеллект измеряется в контексте среды обитания, в которой находится Он определяется окружением Так что те, кто говорят об угрозе искусственного интеллекта, руководствуются собственными домыслами Я не замечал ни намека на создание разумного искусственного интеллекта Вместо этого мы решаем обыденные простые задачи и проблемы с использованием огромного потока данных Но об этом говорить не так интересно Ты говоришь о симуляции работы клетки или о воссоздании фактического организма То есть всего, что происходит внутри клетки и биологического организма Да, мы сами не знаем, как работает интеллект Точно, мы не знаем, как работает сознание Создание искусственного интеллекта предполагает моделирование работы мозга Но модели пока включает лишь нейронный уровень Нейрон работает здесь, здесь, соединяем и проводим сигнал Но нейрон — это клетка внутри клетки, в которой работает собственный механизм его обслуживающий Он является частью процесса мышления Нельзя от всего этого абстрагироваться Нужно создавать модель вплоть до клеточного уровня Она также является частью биологического организма И у нее есть собственные потребности Как и у биологического организма Еда, отдых, баланс веществ Но если все это убрать и представить процессы в виде вычислений Появится ли что-то такое, что мы способны создать Какой-то компьютер, который не будет способен двигаться Но при этом этот компьютер будет содержать в себе всю накопленную информацию Все шаблоны мышления каждого великого человека на Земле Всех писателей, всех, кто когда-либо что-то опубликовал или написал хотя бы слово Он будет содержать все аргументы и контраргументы по всем вопросам И сможет логически и рационально их анализировать Тем самым он будет способен создать видение будущего И начать учиться на этих шаблонах, чтобы впоследствии принимать собственные решения Основываясь на всей накопленной ранее информации Во-первых, нужно будет стимулировать структуру мозга, способную содержать всю эту информацию Ты говоришь об информационной системе, сопоставимой с десятками тысяч мозгов Чтобы создать один мозг, нам понадобится несколько десятков лет Это если мы говорим о физическом мозге, да? Но что насчет того, что сможет воссоздать функции мозга? Как я говорил ранее, природа очень экономична Она создала орган весом чуть менее полутора килограмм Способный хранить множество информации Природа эффективно манипулировала процессом эволюции Компьютеры с ней даже рядом не стоят Сейчас они не способны хранить тот же размер данных Той же сложности, которым мозг постоянно оперирует Я не думаю, что возможно влиять на процесс эволюции живого организма И развивать его интеллект Если он будет существовать в жестких рамках Если вы воспитываете человека в бетонной клетке, огороженной от внешнего мира Он не будет получать ответную реакцию от окружающей среды И он не будет развиваться как следует Так что я считаю, что накачки информации здесь будет недостаточно Следует создать функциональную окружающую среду Откуда он будет получать обратную реакцию и изучать контекст Но разве это не присуще лишь биологическим видам? Что если в тебе содержится вся возможная информация? Все, чему люди научились И ты загрузишь ее в компьютер Когда создали компьютер, способный выиграть у человека в шахматы Встал вопрос о том, как создать компьютер, способный выиграть у человека в ГО Эта игра гораздо сложнее, чем шахматы Такой компьютер создали, и это стало шоком для человечества Тем не менее, все это созданные людьми ограниченные игры Они ни капли не похожи на неограниченные возможности игры под названием жизнь Они полностью искусственные Но разве компьютер, который играет в ГО, не наводит на размышления? Слегка ГО, Лига Легенд или Фортнайт Это игры, где действия не предопределены Но все же это искусственно созданные игры со своими рамками Если ты хорошо играешь в ГО, это не значит, что ты сможешь написать гениальные стихи Это правда, творчество сложно воссоздать Творчество — это последний рубеж Думаю, со временем автоматизация заменит все виды работы, где отсутствует творчество Каждую такую профессию Но ведь это замечательно Это будет значить, что все наши базовые потребности удовлетворены И нам останется лишь творить Именно этого на самом деле желает человек Да То, чем ты сейчас занимаешься, можно назвать творческой профессией Конечно Вернемся к поиску смысла и безусловному базовому доходу Я думаю, что если давать кому-то 15 тысяч долларов в год То это не обязательно привезет к тому, о чем все так переживают Что у людей не будет своих целей И у многих не будет какого-либо смысла жизни Я не то чтобы поддерживаю это Я так не считаю, но говорят, что 15 тысяч долларов будет достаточно лишь для того, чтобы оставаться на плаву Хватит денег на еду и жилье Но 15 все не ограничится После этого люди потребуют Захотят больше Берни Сандерс начнет твердить Я хочу 45 тысяч в год У нас в стране достаточно огромных корпораций На этом все не закончится Это приведет к банкротству Беспокоит то, что это приведет к социализму Так это очевидно Если бы я не работал и мне бы платили 15 тысяч в год Я бы с радостью проголосовал за парня, которые пообещают платить мне 20 или 25 Это будет логично Что ты скажешь тем, кто считает, что не существует такого понятия, как этичный капитализм? Множество людей сейчас вновь обращаются к марксизму и радеют за социалистическое общество Считают, что капитализм перемалывает через себя людей Говорят, что он уничтожил средний класс У капитализма есть свои проблемы Монополии представляют большую проблему Кроникапитализм также проблема Когда государство преследует личные экономические интересы Банкиры насилуют общество, а остальные от этого страдают В прямом смысле Да, они берут на себя большие риски, приватизируя прибыль и социализируя потери Так что, когда система рушится, все вокруг становятся банкротами Капитализм заработал себе плохую репутацию Но он предполагает свободный рынок Свободный рынок и свободный обмен Свойственный человеку Когда первый человек зажег огонь Кто-то подошел к нему с туши оленя и сказал «Если ты позволишь мне приготовить оленину на костре, я с тобой ей поделюсь» Нам свойственно разделение труда Мы постоянно чем-то обмениваемся Это заложено в человеческую природу Простая математика возникла из-за надобности подсчета дебита и кредита Мы нуждаемся в свободном рынке Критика капитализма уместна тогда, когда он не создает равные возможности Нам нужно стремиться к созданию равных возможностей для всех Но люди путают это с равными доходами Можно достичь равного дохода лишь насильственными методами Потому что свободные люди принимают разные решения А разные решения приводят к разным последствиям Если оградить людей от последствий неудачных решений И от наград за решения удачные То придется насильственно все перераспределять Интересно, что не существует функциональной социалистической модели Которая работает без насилия Фактически кто-то должен прийти с пистолетом и сказать, что «Этого делать нельзя, отдайте излишки другому» Я записывал свой подкаст, потому что верю, что каждый человек может стать состоятельным Каждый — это не игра с нулевой суммой В этой игре могут выиграть все Ты создаешь что-то новое и обмениваешься со мной на то новое, что создал я Это выгодно нам обоим Ценность таких отношений возрастает Это не игра в статус Где кто-то выше, а кто-то ниже Ты президент, значит я могу лишь быть вице-президентом Ты плюс один, значит я минус один И вместе мы должны давать ноль Нам нужно вкладываться в позитивные этические отношения Проблема заключается в грабителях, которые заморали доброе имя капитализма и теперь социалисты хотят сжечь всю систему дотла Если ее сжечь, мы окажемся на месте Венесуэла или бывшего Советского Союза Не хочется оказаться в пашем социалистическом государстве, где дети охотятся за кошками, чтобы унять голод Вот что случается в некоторых таких странах Я думаю, что важно не уничтожать двигатель прогресса, который привел нас к нашему текущему положению Люди считают, что социализм не работает пока что Просто его нужно правильно организовать Можно все сделать правильно Да, сотни миллионов людей погибло ради этого Давайте пробовать дальше По всему миру, и каждый раз он насаждался насильно Ты когда-нибудь общался с человеком социалистических взглядов? Много раз некоторые мои лучшие друзья являются социалистами Правда? Мы часто спорим Есть ли у них убедительное видение такой системы? Я думаю, что социализм исходит из нашего сердца Мы все хотим быть социалистами А капитализм исходит из разума Ведь в каждой системе есть свои обманщики И у каждой системы есть свои стимулы В молодости, если вы не социалист, у вас нет сердца В старости, если вы не капиталист, у вас нет головы на плечах Вы не дошли до этого Я понимаю, откуда он исходит Мне всегда нравилось отношение Насима Талеба к этому вопросу Он говорил со своей семьей, я коммунист С близкими друзьями я социалист На уровне местного самоуправления я демократ На более высоком уровне я республиканец А на федеральном уровне я либертарианец По сути, чем больше сообщества людей с разными интересами, в котором вы находитесь Тем меньше в нем доверия и больше обмана И тем больше должно быть правил Если мы нуждаемся в отлаженной системе, мы больше склоняемся к капитализму Чем меньше группа людей, к примеру, вы живете в кибуце, коммуне, под крышей вашего дома или в племени В таком сообществе, пожалуйста, будьте социалистами С моими тетями, братьями, кузенами, дядями, с моей мамой, семьей Я социалист, это верный способ прожить счастливую жизнь Да, но когда вы взаимодействуете с незнакомцами, хотите быть социалистом, пожалуйста, завтра же открывайте все двери и окна Приглашаю всех, берите что хотите и посмотрим, что из этого получится Да, вопрос о неравномерном распределении доходов, как мне кажется, является довольно обманчивым термином Неравенство в доходах Можно его перевернуть, он исходит из неравенства в расходах Да, а неравенство в расходах исходит из того, что люди принимают разные решения Опять же, возвращаясь назад Если люди не равны возможностях, это проблема Общество должно стараться предоставлять людям равные возможности К примеру, вместо базового дохода Что если в нашем общественном строе действовала бы программа по переквалификации По которой каждые 4 или 6 лет, неважно, может 10 Вы можете взять перерыв на год и пройти оплачиваемую полную переквалификацию Вы сможете освоить любую профессию на ваш выбор Желательно актуальную и прибыльную Благодаря которой вы, возможно, сможете начать новую карьеру Таким образом вы сможете переучиться Это было бы гораздо полезнее для общества на всех уровнях Вместо того, чтобы человек сидел на пособии до конца своей жизни Да, но хоть лошадь доведешь до водопоя, пить ее не заставишь Это предполагает то, что люди будут прилагать усилия Но мы можем это вечно обсуждать Вот моя точка зрения по неравенству в доходах Оно существует благодаря неравенству приложенных усилий Неравенству качества идей Одержимые работы люди становятся успешными Это не значит, что они что-то украли у тебя Это значит, что они вложили в дело большое количество усилий и энергии И достигли таких высот Сейчас достаточно добродетелей в кавычках Которые заявляют, что такие люди обладают привилегиями Знаете, какая величайшая привилегия? То, что вы живы 85% человечества мертвы У вас уже есть такая привилегия Вы живете в стране первого мира У вас есть руки и ноги Об этом можно говорить до бесконечности Это очень странный аргумент Еще странно, когда задевает расовый вопрос Особенный термин «белая привилегия» Хотя на бумаге, да Я уверен, что черные чаще сталкиваются с нападками полиции Я уверен, что владельцы магазинов с большим недоверием воспринимают черных И так далее Но проблема не в людях, которые с этим сталкиваются А в людях, которые так относятся к черным Проблема в расизме Проблема не в том, что кто-то родился белым И не сталкивался с этими проблемами Такие термины, как «белая привилегия» или «мужская привилегия» и другие Не являются решением проблемы Вы смотрите на людей, которые не стали жертвами определенной проблемы Которой вы обращаетесь Вы не обращаетесь к источникам этой проблемы Вы вините людей просто за то, что они такими родились За то, что в их коже меньше меланина Или их предки были поселенцами Это просто другой вид расизма Такой скрытый расизм Да, и они говорят, что это не расизм, потому что ты белый Это уморительно Что оказывается, расизм против белых не считается Вариация бессмертной классики Стой спокойно, пока я тебя бью Перестань сопротивляться, пока я тебя калечу Но это же глупости Таким образом меняются понятия о том, что такое расизм Забавно то, что люди, которые кричат о расизме Не являются меньшинствами Когда я захожу в Твиттер или другие социальные сети Или ставлю ленту Там происходят баталии среди белых Белые против белых По сути, это противостояние между элитарным слоем белых Белыми воротничками с высшим образованием И синими воротничками со средним образованием Война белых воротничков с синими А все мы выступаем зрителями Наблюдаем, потому что это занятно Это также побочный эффект возможности выкладывать свои мысли в сеть Каждый пользователь Твиттера имеет такую возможность Каждый владелец странички в Фейсбуке может накатать полотно текста с громкими словами Читаешь такое и думаешь Сколько времени ты на это потратил? Ты своими детьми вообще занимаешься? Или своей профессией? Жизнью? Будущим? Составляешь ли планы? Сколько раз в день ты упражняешься? Иногда читаешь кого-то в Фейсбуке и задумываешься о том, сколько сил они вкладывают в свои посты Которые, по сути, ни о чем Еще один вид творчества На такой и не способен Это правда, действительно креативно Это странный вид творчества, потому что они таким образом пытаются вызвать какую-то реакцию у читателей Пытаются поднять свой социальный статус и ценность в глазах окружающих Это подача сигналов, причем простейший способ, потому что все соглашаются с тем, о чем ты пишешь, чтобы не показаться ужасными людьми Сложно сформировать изящные контраргументы, поэтому проще согласиться Да, но часто пишут сплошными клише Я знаю парня, который притворялся женщиной в Твиттере Но он это делал очевидно Какое он взял имя? Татьяна Макграф? Да, точно Раньше его звали Годфри Элвик Это тот же парень? Думаю, да Просто умора Они заблокировали его аккаунт Но я на все сто не уверен Его аккаунт заблокировали из-за того, что он назвал себя трансрасовой персоной По сути, он повторял все безумные заявления, раскручивая их на максимум Я недавно видел его Ну, или Ее твит Он писал «Быть белым — ненормально» Да И ведь кто-то согласился При этом это похоже на то, что они говорят Этот аккаунт — изящный вид пародии Если в половине подобных высказываний заменить белых на черных или азиатов На вас начнется охота Точно, точно В этом аспекте Сейчас у нас странные времена Есть старые мудрые слова Чтобы понять, кто обладает властью Найди тех, кого непозволительно критиковать В точку, да Это правда Да Интересно, к чему мы придем Правда, интересно Кажется, что благодаря нашим возможностям выкладывать все в сеть Будь это YouTube, Twitter и так далее У нас есть эти новые возможности распространения своих точек зрения на огромное количество людей Но при этом мы до конца не понимаем, что творим Я считаю, что в глобальном смысле это хорошо Сейчас любой человек на Земле может достучаться до другого человека в любое время К примеру, если в тоталитарной системе к власти придет диктатор и появятся кадры, где главный фашист избивает старушку, это мгновенно попадет в сеть Это возмутит массы людей Таким образом можно распространить весть о чем-то бедственном положении Но сейчас мы проходим через такую фазу, когда некоторые пользователи интернета собираются в банды И многие люди не знают, как с ними бороться Сейчас можно легко сколотить банду и затравить кого-то Вырвать его слова из контекста Не уверен, что из нашего разговора люди вырежут отрывки, которые разлетятся по интернету и кого-то заденут Естественно Поэтому нам нужно научиться Во-первых, общество должно перерасти культуру публичного гнева Лично для меня люди, которых в сети легко вывести из себя, самые глупые Я их мгновенно блокирую У них мышление низкого уровня Они пехотинцы этих банд Общество должно пережить эту фазу Все должны знать, когда слова вырываются из контекста Когда видеоролики подвергаются монтажу Когда кто-то пытается вывести людей на реакцию В конечном счете, возникнут тактики борьбы с этими бандами Например, если я захожу на чью-то страничку в Твиттере и вижу там Сплошные политические комментарии Гнев и теории заговора Захочу ли я работать с таким человеком? Захочу ли я с ним ассоциироваться? Захочу ли вести с ним дружбу? Его мозг заполнен мусором Я не виню таких людей Я думаю, что человеческий мозг не создан для восприятия всех новостей мира Когда 24 на 7 в него вливают события через кликбейтные заголовки Если вы следите за всем этим, даже из лучших побуждений Даже если вы себя чувствуете неплохо В конечном счете, это сведет вас с ума Вспоминается заводной апельсин, когда герою силой открывали глаза и заставляли смотреть новости Сейчас происходит нечто подобное, ведь на это подсаживаешься Твиттер, фейсбук, инстаграм Все они стали оружием в руках социальных статистиков Ученых и исследователи, которые работают в лабораториях, где лучшие умы нашего поколения Думают о том, как подсадить вас на новости И если вас зацепили на крючок, если вы подсели, ваш мозг будет уничтожен Такова современная борьба В древности борьба велась между племенами Вы являетесь частью племени, круга вашей семьи, друзей У вас одна религия, одна страна Вы верны им и объединены национальностью Ваша жизнь наполнена смыслом и поддержкой Но вы боретесь с другими племенами В современном мире мы настолько свободны, что стали отдельными атомами Мы живем в квартире одни, живем в своем доме одни Наши родители живут далеко, наши друзья живут далеко Мы не являемся частью племени, мы больше не верим в религию Мы больше не верим в страну Да, у нас много свободы, это замечательно Но сейчас, когда вы подвергаетесь нападению, вы одни Вам тяжело с ними бороться Как же так получилось? Все из благих побуждений Я не хочу винить в этом капитализм Я его люблю, но вот как все произошло Социальные сети изучали механизмы, приводящие к зависимости Тренируясь на нас, как на подобных голубях или крысах Чтобы мы постоянно кликали, кликали и кликали Не могли выпустить телефон из рук Как в современных продуктах сахар стал оружием Его добавляют в разные продукты, чтобы мы не могли перестать их есть Так же, как медицинские препараты, которые так долго синтезировали И, наконец, сделали такими, чтобы от них нельзя было отказаться Есть еще порно Если вы молодой парень, который пользуется интернетом Оно обязательно высосит все ваше либидо Вам перестанет хотеться контактировать с реальным миром Ведь вас постоянно бомбардируют всеми возможными стимуляторами Видеоигры — еще одна зависимость Огромные фабрики людей работают над тем, чтобы вас поработить А вы противостоите всему этому в одиночку Современная борьба заключается в борьбе индивидуума, который учится противостоять всем этим зависимостям Вы учитесь выстраивать собственные границы, никто не способен вам помочь Страшная штука Ведь правда, это новый курс, который надо прокладывать молодым людям Никакой карты тут не существует Руководства нет Наше поколение переходное Наши дети смогут с этим справляться лучше Я на это надеюсь Я тоже надеюсь, потому что странное поведение сейчас распространено среди людей Я к тому, что не знаю, следил ли ты за этим Был парень, который снял видео Причем потом оказалось, что его даже не он снимал Короче, смонтировал видос с Нэнси Пелоси Выставив, будто она пьяна Видео начали ретвитить, писать Господи, как она напилась Один новостной сайт выследил этого парня И... Слил его Оказалось, он был обычным работякой-афроамериканцем Который являлся сторонником Трампа Он решил, что будет забавно смонтировать это видео По его словам, он просто залил его на свою личную страницу На Фейсбуке Тревожит то, что Фейсбук передал личную информацию О человеке Этому сайту И зачем? Из-за того, что он сделал смешное видео, на котором кажется, что кто-то пьян Есть миллионы подобных видео со мной Их легко найти Я думаю, что Фейсбук, Твиттер и некоторые другие социальные сети Подобными решениями совершают суицид в замедленном действии Это просто поразительно Слить данные простого трудяги за то, что он смонтировал пародийный ролик Или с помощью монтажа выставил кого-то дураком СМИ решили, что могут нападать на отдельных людей, которые им не нравятся В этом случае я ставлю СМИ в кавычки Не думаю, что до такого опустились бы в Нью-Йорк Таймс Да, да СМИ становятся все более отчаянными, не так ли? До эпохи интернета в каждом городе могли существовать по две местные газеты По две редакции новостей и несколько телевизионных станций Затем появился СНН и на этом канале стали транслировать новости 24 на 7 А интернет уже стал последним гвоздем в крышку гроба Благодаря интернету о новом факте, который становится новостью, стали узнавать мгновенно Об этом сразу же пишут в Твиттере, Фейсбуке Перепечатывают новости об этом в Гугл Ньюс тысячи раз Заходишь в Гугл Ньюс, смотришь какую-то новость, ищешь источник, выдают 3000 статей Даже слишком много, да? Новости стали товаром А СМИ переключились на авторские материалы и развлечения Да Сейчас они стали чем-то средним между чирлидерами Ударными войсками и говорящими головами СМИ стали машинами пропаганды, радеющими за свое племя Есть правый, а есть левый Ультраправый и зацикленные на контроле левый И они борются друг с другом, используя свои органы СМИ и мемы По сути, когда вы смотрите на подобную организацию, которая сливает данные индивидуума Это то же самое, как если танк переезжает солдата Абсолютно то же самое Идет война Такого понятия, как нейтральный источник информации, больше не существует Иллюзия объективности, которой обладала журналистика, исчезла Больше нет человека, подобного Уолтеру Кронкайту, которому все могли прислушаться Сейчас все это войска, ведущие друг с другом войну И как это изменить? Думал об этом? Да, немного Чем хорош интернет? Решение заложено в интернете У интернета отлично получается создавать одно или два гигантских агрегатора для всего Один диспетчер такси, один онлайн-магазин, один поисковик, одна социальная сеть для семьи и друзей, одна для бизнеса и так далее Интернет — это гигантский агрегатор, постоянно создающий гегемона в каждой сфере Но каждый раз он создает длинный хвост в придаток, состоящий из частиц миллиона индивидуумов Он избавляется от всего среднего К примеру, было у вас семь голливудских студий, теперь будет лишь Нетфликс У вас было десять онлайн-магазинов от Волмарта до Костко Кеймарт еще какой-нибудь Теперь будет лишь Амазон и масса маленьких личных брендов К такому миру мы стремимся Один гегемон и миллион индивидуумов К чему мы придем? В конечном счете, СМИ будут представлены одним гигантским агрегатором новостей Это может быть Нью-Йорк Таймс, Фейсбук или что-то подобное И миллионам независимых людей Понятия о том, кто является журналистом по типу Асанжа, а кто не является, будут размыты К такому миру мы идем Думаю, что невероятная власть Самые властные люди мира сейчас, причем об этом говорят немногие Самыми властными людьми мира сейчас можно назвать Людей, которые пишут алгоритмы для Твиттера, Фейсбука и Инстаграма Потому что они контролируют распространение информации Они, по сути, переписывают людские мозги Программируют культуру Причем они это делают изящно Взять Гугл Представитель их верхушки выступал перед Конгрессом Конгрессмен спросил у него Занимались ли вы манипуляцией результатами поисковых запросов? Он ответил, нет, мы этим не занимаемся Правда? В этом заключается ваша работа Это единственная задача Гугла Манипулировать результатами поисковых запросов Искать нужное и проводить сортировку Точные алгоритмы их систем хорошо спрятаны Крайне сложны Но они влияют на сердца и мозги каждого человека В том числе избирателей В Гугл, Фейсбуке и Твиттере могли поступить по-умному И не вставать на чью-либо сторону Они могли сказать Мы всего лишь публикуем Нас не волнует, что идет по нашим каналам Если найдете что-то запрещенное, мы удалим Во всех остальных случаях мы не вмешиваемся Как операторы связи Если я позвоню тебе и скажу нечто ужасное Оператор не будет отвечать за мои слова Но когда они начали удалять информацию, которая не была запрещена А просто кому-то не понравилась сверху Их стали воспринимать как личных миньонов И теперь, вдруг, они заговорили об ответственности Они скатываются в руины, где левые хотят, чтобы удалили правых Правые хотят удалить левых Теперь у них нет друзей Нет союзников Обычно республиканцы, склонные к либертарианству Или демократы из принципа могли бы заступиться за них Но уже нет Я думаю, что как только Конгресс Причем это произойдет уже скоро, если не сейчас Потому что недавно я кое-что увидел подобное в новостях Настанет такой день Когда политики поймут, что социальные сети Выбирают, кто станет следующим президентом или конгрессменом Они решают И так как они обладают такой властью, их станет контролировать правительство Каким образом? Как они будут контролироваться? Думаешь, что их заставит строго следовать принципам свободы слова, первой поправки? К сожалению, с точностью да наоборот Хотел бы я, чтобы они придерживались принципов свободы слова В краткосрочной или среднесрочной перспективе их будут вызывать на слушания На них будет оказано давление, их будут заставлять что-то делать Меня беспокоит то, что на этих слушаниях Внутри этих компаний работают по сути цензоры Очевидно, их должности называются по-другому Завуалировано Это как называть Министерство войны Министерством обороны В нашем случае они работают в Департаменте безопасности и доверия Хотя на самом деле это Департамент цензуры Цензоры, работающие в Кремниевой долине, влияют на политическую позицию этих компаний У них она крайне левая И если вы ее не разделяете, в этих компаниях вам не найдется места Представь, если открытый консерватор попробует работать в Гугл Удачи, его заклюют Это безумие Не думаю, что мы когда-нибудь наблюдали нечто похожее Нечто настолько влиятельное и при этом политически однобоко В интернете ходит термин под названием «закон завоевания» Он гласит, что любая организация, которая активно не проповедует правой ценности, в конечном счете становится левой И я не знаю, почему так происходит, но как будто так оно и есть Сейчас развернулась удивительная схватка Консерваторов, по крайней мере в социальных сетях, разрывают на части, налево и направо В конечном счете, вот к чему мы придем Когда подавляется свобода слова, в организме возникают метастазы Этот запрос выливается в нечто другое В худшем случае это приводит к насилию В других находятся альтернативные способы самовыражения Думаю, мы начнем создавать децентрализированные СМИ Которые не принадлежат каким-то конкретным людям, о которых нельзя будет закрыть или репрессировать И там начнут поднимать различные вопросы И они займут Твиттер, Фейсбук и так далее Но это займет 10-20 лет, это мгновенно не произойдет Твиттеру понадобилось 10 лет, чтобы превратиться в подобную помойку, которой он сейчас является Но было интересно обсуждать с Джеком Дорси то, куда Твиттер двигается И его собственные принципы Он верит в фундаментальные права Верит в то, что мы все имеем право на свободу слова А подобные платформы должны стать своего рода Поставщиками услуг Как электрические компании Джек прав, и у него верное видение Просто он работает в большой организации, где другие ее члены считают иначе Совсем иначе Поэтому организацию можно захватить И чтобы что-то изменить, требуется десятилетие Ну, не прям десятилетие, но я к тому, что Я у него об этом спрашивал Была идея создать Твиттер без цензуры Твиттер, где царит Дикий Запад Чтобы у нас был обычный Твиттер и Твиттер с Диким Западом Он уже существует, соцсеть под названием Гэб Да, но не сказать, что Гэб — это Твиттер с Диким Западом Когда там сливают данные людей, эту информацию удаляют Да, думаю, все же должны быть рамки для запрещенного контента и демонстрации насилия Но да, Гэб подобрался ближе к созданию платформы со свободой слова Но она все равно не децентрализирована, ее также можно закрыть или удалить На них оказывается жесткое давление Да, и пользователи соцсети разделяют крайне правую идеологию Не самое приятное место для человека типа меня Просто там люди, которых отовсюду выгнали Со всеми правилами модерации для них не осталось нигде места К сожалению, из-за того, что я не поддерживаю ни одну партию или идеологию, мне это не подходит Ты можешь столкнуться с проблемами, работая в Кремниевой долине, если ты не разделяешь какую-либо политическую позицию? Конечно, раньше это было нормально, но сейчас уже нет Когда это было нормально? Лет 10 назад Думаю, что тогда это было нормально А затем ты начал замечать изменения? Да, сейчас нужно выбирать чью-то сторону, иначе ты автоматически становишься врагом Приглашаешься на сеансы порицания Сеансы порицания? Я утрирую на ощущение давления присутствует постоянно Да, и при этом ты должен открыто заявлять о своих политических предпочтениях Ты не можешь отсидеться в стороне Да, к примеру, Тим Феррис написал в Твиттере, что сейчас нельзя ничего говорить Людей постоянно подавляют И множество людей, многие из которых работают в Кремниевой долине Набежало с вопросами А о чем таком нельзя говорить? Что ты боишься сказать? Ты можешь говорить что угодно, Тим, вперед Его специально подзушивали Что ты пытаешься сказать? Вот твоя клетка Так что даже не пытайся сказать то, что говорить нельзя Мы за тобой следим Есть хороший твит на эту тему Левые одержали победу в культурной войне и теперь разъезжают, расстреливая выживших Вау! Это уморительно Интересно Интересно, кто одержал победу в культурной войне В плане захвата социальных сетей Понятно, кто выиграл Социальные сети определенно принадлежат левым К несчастью для консерваторов Развитие технологий Также усиливает левых Если взглянуть на историю человечества Количество левых постоянно росло Но почему? Почему, как кто-то метко сказал Левиафана клонит влево Левиафан — это наше правительство Почему его клонит влево? Думаю, это происходит в том числе из-за развития технологий Благодаря развитию технологий произошло нечто сравнимое с индустриальной революцией Мы все стали связаны Можно также отметить контрацепцию Еще одна технология, склоняющая в левую сторону, в отличие от семейных ценностей Аборты — это тоже технология Это не было возможно тысячи лет назад Таким образом, технологии усиливают власть индивидуума Которая начинает существовать вне семейных уз и религиозных рамок Лично я не выступаю против них Но технологии склоняют людей к левым идеям Сейчас у нас появляется небольшой набор технологий, которые на самом деле склоняют вправо К примеру, технологии шифрования, благодаря которым можно добиться приватности Легче обладать деньгами, которые существуют вне рамок государственного регулирования 3D-печать огнестрельного оружия — еще одна технология, которая больше понравится правым Но в общем и целом, технологии склоняют мир в левую сторону Да, и чаще всего разработкой таких технологий занимаются высокообразованные люди Если взглянуть на университеты, легко заметить, что в нашей стране они также склоняют людей к левым идеям С университетами сложилась занятная ситуация Сначала университеты были аккумуляторами информации и мерилами того, что правильно, а что нет Было время, когда перед тем, как чем-то заниматься, можно было опереться на работы университетов Поинтересоваться, что скажут самые образованные люди и профессора, работающие в аналитических центрах Университеты заработали себе такую репутацию благодаря точным наукам Им это удалось благодаря физике, математике, информатике и химии, потому что эти науки создают реальные вещи Манхэттенский проект, микропроцессоры, космические аппараты и так далее, электрокары Они получили этот ореол власти и легитимности благодаря точным наукам А затем начали проскальзывать гуманитарные науки, появилась экономика Микроэкономика — это реальная дисциплина, основанная на настоящей науке и подкрепленная реальными вычислениями, а также логикой и аргументами Но есть макроэкономика, которую можно политизировать и творить с ней всевозможные обряды Появились социологические исследования, гендерные исследования и так далее Из-за того, что ученый стал верховным жрецом нашего нового мира, наука в общем смысле подверглась развращению Из-за общественных наук легко можно понять, что они не настоящие ученые, потому что слово «наука» в их предмете всегда находится в конце Они захватили университет и открыли свои аналитические центры Картина, которую мы сегодня наблюдаем в университетах, образовалась из-за войны общественных и физических наук А на пересечении зависла биология Поэтому появились идеи о том, что гендер — это социальный конструкт Это атака на биологию и эволюционную биологию в частности Так же, как в нашем обществе атакуют комиков, да? Но в университетах это противостояние заметней Я признаю, что физические науки проигрывают эту войну Что можно сделать? Или все должно идти своим чередом? Они разве не понимают последствия всех этих глупостей? Хорошая новость в том, что на стороне физических наук находится наша реальность Да, но в какой-то степени... Им на нее плевать Да, но в конечном счете самолеты все равно должны летать Микропроцессоры должны осуществлять вычисления Они могут напирать лишь до определенных границ Но я наблюдаю в биологии, как некоторые ученые сталкиваются с трудностями Потому что им приходится говорить то, что они считают неправдой Лишь для того, чтобы сохранить свои рабочие места Например, у тебя в гостях был Брэд Вайнштейн Это очевидный пример Границы дозволенного расширяются в рамках биологии И, скорее всего, биология пострадает больше всего К примеру, синтетическая биология найдет свое пристанище В Китае Потому что у нас просто невозможно связать факты с текущей реальностью И подкрепить все это действиями Нельзя получить гранты или признание своих коллег Я не так много о ней знаю, так что углубляться не смогу Но я чувствую, что сейчас главный бой развернулся в области эволюционной биологии Экономика уже потеряна Это заметно, если рассматривать гендеры Кажется, что этот вопрос — крупное поле боя Да, подобное будет происходить постоянно Взять, к примеру, теорию чистого листа Рассуждение о том, что заложено природой, а что воспитанием Сейчас недопустимо в нашем обществе говорить, что нечто заложено в нас природой, а не воспитанием Или наоборот, в зависимости от вашей точки зрения Обсуждение этих вопросов искажается Это правда, и крайне обидно, что так происходит, потому что это невероятно важный вопрос, который хотелось бы изучить Почему человек становится социопатом? Как формируется сверхуспешный человек? Победитель Почему человек становится наркоманом? И какие факторы на это влияют? Уже невозможно разумно беседовать о климате Это уже не наука Вопрос политизирован Это даже нельзя упоминать, будто все уже известно Мне некомфортно, когда люди приходят к каким-то заключениям и при этом не могут подтвердить их данными В большинстве этих вопросов люди просто пытаются друг друга перекричать И говорят о разных вещах Например, когда мы обсуждаем контроль за оборотом оружия Одна сторона говорит об их праве носить оружие на случай, если какой-то тиран захватит власть в стране Другая сторона говорит о стрельбе в школах и защите своего жилища от преступности Они говорят об абсолютно разных вещах И не принято обсуждать лишь один из этих вопросов Если дело касается иммиграции, правые утверждают, что левые объединяют в одно нелегальных и легальных иммигрантов Хотя среди правых может найтись расист, который очернит все это дело Мы говорим о разных вещах Если бы говорили об одной проблеме, тогда можно было обсудить количество иммигрантов, которым можно было бы позволить приехать в страну И критерии отбора Такой диалог бы отличался от крайних позиций Когда либо мы никого не пускаем, либо пускаем всех И среди левых есть бенефициары, которые получают выгоду, когда эти иммигранты будут голосовать за левых В связи с их социально-экономическими обстоятельствами Как по мне, любая система проходит проверку следующим образом Вы выстраиваете систему, а затем передаете ее вашему врагу на следующее десятилетие К примеру, если вы хотите, чтобы в Твиттере или Фейсбуке была цензура Выстроите эту систему и передайте другой стороне в пользование Если вы из левых, которые продвигают цензуру, позвольте кому-то другому ей управлять То же касается иммиграции Если хотите твердую миграционную систему, выстроите ее и передайте управление другой стороне Так можно понять, что система хороша В этих политических баталиях не осталось места для нюансов Во всех этих стычках правых и левых У каждой стороны есть четкая сформированная позиция, которую просто нужно принять Контроль за оборотом оружия — отличный пример Нет простора для обсуждения психического здоровья Нет разговоров о том, что множество владельцев оружия сидят на психотропных препаратах Почему об этом никто не хочет говорить? Мы проводим один из величайших экспериментов в области психического здоровья Подсадили всех на СЕИОЗС Если 30 миллионам человек давать СЕИОЗС, 29,9 станут гораздо счастливее Правда, остаток покончит жизнь самоубийством или сдетонирует Мы жертвуем этими людьми ради высокой средней эффективности Хотя есть риск, что все взлетит на воздух Да, нюансам нет места, поэтому я стараюсь держаться подальше от политики Кто-то пытается тебя в нее втянуть? Постоянно Даже наш разговор втягивает тебя в нее Всегда найдутся такие люди Вот в чем проблема политики Из-за того, что у нас выигрывает тот, кто первый приходит к финишу Я о том, что тот, кто набирает 51% голосов в нашей стране, получает огромную власть У нас нет пропорционального представительства, где зеленые получают 10%, либертарианцы 3 и так далее Либо вся власть у демократов, либо у республиканцев Из-за этого, чтобы победить, нужно выбрать одну из двух сторон Приходится выбирать Нельзя сказать, что ты поддерживаешь кого-то выборочно Если ты голосуешь за третью сторону, ты, по сути, выбрасываешь свой голос У меня есть друг, который хотел это исправить, он придумал хорошую партию Кикстартер для голосов Ты собираешь голоса, сохраняющих в резерве, а затем, когда набирается их достаточное количество, ты голосуешь за определенного человека Таким образом, голос не потеряется Не считая таких хакерских штучек, мы никогда не сможем избрать кого-то из сторонней партии Из-за этого, все, во что вы верите, должно идеально сочетаться с демократической повесткой или республиканской Когда вы становитесь частью партии и подаете сигнал, выходящий за эти рамки, на вас нападают Да, таким образом, ты не способен ясно мыслить Твое мышление загрязняется Если все, во что вы верите, идеально сочетается с программой одной из партий Вы не обладаете ясным мышлением Если вы верите во все то же самое, что и ваши соседи и друзья, вы не обладаете ясным мышлением Ваши принципы социализированы, они взяты у других людей Если вы хотите обладать ясным мышлением, вам нужно держаться подальше от политики, иначе она уничтожит вашу способность мыслить Какой ужас Заметь, в современном мире большая часть наших болезней возникает от излишеств, а не от дефицита чего-либо Раньше люди постоянно голодали Раньше сахар считался чем-то великолепным, его надо было есть, пока была такая возможность Если мы узнавали какие-то новости или сплетни, эта информация была полезна и могла помочь нам в будущем Если мы натыкались на какие-нибудь развлечения, видеоигры, журналы и так далее Это было круто Сейчас мы страдали от излишеств У нас всего слишком много Единственный способ выживания в современном обществе — стать аскетом Отдыхать от общества Общества слишком много вокруг нас Общество в телефоне, общество в кармане, общество в ушах Вы социализируетесь прямо сейчас, прослушивая этот подкаст Мы социализируем вас, мы вас программируем Все хотят всех программировать Единственное решение — отключиться Единственное решение — отключиться и сконцентрироваться на собственном дыхании Медитация, да? Да, очень помогает Я без этого жить не могу Я и занимаюсь, когда бывает свободное время Этим утром я сидел в приемной у врача Я знал, что придется ждать 20 минут И эти 20 минут я просидел с закрытыми глазами и медитировал В детстве я часто слышал эту цитату По-моему, она принадлежит Паскалю Все проблемы человека проистекают из его неспособности спокойно сидеть наедине с собой хотя бы полчаса Это правда Я всегда находился в поиске стимуляции Когда появился айфон, скука умерла Мне больше никогда не было скучно Даже в очереди я не отвожу взгляд от айфона Я думал, что это прекрасно В детстве я пытался понять свои максимальные возможности мозга Сколько мыслей я одновременно могу удержать в голове Ответ один, но я пытался думать о нескольких вещах одновременно Я этим гордился Гордился тем, что мозг постоянно работает Что мой двигатель постоянно на ходу Но это болезнь, это путь страданий Когда я повзрослел, я понял, что мозгу необходим отдых Нужно учиться останавливать процесс мышления Сейчас я с удовольствием провожу время в одиночестве Если на денек оставить меня наедине с собой, это будет самый счастливый день за последнее время Это суперспособность, которой может овладеть каждый Суперспособность наслаждаться одиночеством Да Да Я думаю, что это крайне важно И я думаю, эти моменты, когда ты просто обо всем размышляешь наедине с собой Так редки в наше время И в эти редкие моменты Ты на самом деле можешь понять Во что ты веришь А во что нет Да, забавно, когда я только начинал заниматься медитацией, было очень тяжело Думаю, многие слушатели подкаста знают о медитации У нее хорошая репутация Все хотя бы пробовали ей заняться Поняли, как это тяжело и бросали Это одно из тех занятий, о котором все говорят Но никто на самом деле не практикует Это как не есть сахар Все твердят, что им не нужен сахар А затем на шведском столе Все тянутся к печенью Ага, да С медитацией та же ситуация И она опять же стала предметом хвостовства А сколько ты медитируешь? Я медитирую столько-то Сейчас люди носят повязки на голову, которые издают звук чириканья птиц Когда они находятся в глубокой медитации Не знаю, как это работает, но так они рассчитывают количество глубоких погружений Ой, ты медитируешь неправильно Моя техника лучше Но по сути это искусство ничего не деланья И это важно вот почему Когда мы взрослеем, с нами постоянно что-то происходит Некоторые события мы обрабатываем Некоторые поглощаем А о некоторых нам бы стола подумать больше Но мы не успеваем, потому что у нас нет на это времени И ты закапываешь их в глубине себя Предпочтения, суждения, нерешенные конфликты и проблемы Это как ящик электронной почты Он заполняется, емейл за емейлом В папке неотвеченной 10, 20, 30, 40 лет И когда ты садишься медитировать, эти емейлы начинают всплывать А что ты думаешь об этой проблеме? А о той? Как бы ты решил это? Что ты думаешь о том? Жалеешь об этом? Не нравится то? И тебе становится страшно Людям это не нравится Они говорят, что это не работает Я не могу очистить свой разум, поэтому лучше встану и займусь другими делами Но все это сеанс самотерапии Вместо того, чтобы платить психотерапевту за то, что он вас слушает Попробуйте выслушать себя Не нужно просто сидеть и наблюдать за тем, как всплывают эти емейлы Вы обрабатываете их один за другим, пока не возникает магическое сообщение, ноль входящих Настанет такой день, когда вы сядете медитировать и поймете, что думаете лишь о том, что произошло вчера Все остальное вы уже обработали Не обязательно даже решили, а хотя бы просто себя выслушали И тогда начинается настоящая медитация Это очень мощная практика, которую каждый должен испытать Именно тогда вы постигаете искусство и ничего не делание Думаю, еще проблема в том, что большинство людей медитируют с приложением Я бы не стал пользоваться приложением Это коварная штука, хотя стоит добавить, у Сэма Харриса отличное приложение для медитации Но нужно это уметь делать без посторонней помощи А многие просто не способны Это искусство и ничего не делание Все, что нужно делать во время медитации, это сесть, закрыть глаза, занять комфортное положение тела И будь что будет Если вы о чем-то думаете, думаете, не думаете, значит не думаете Не напрягайтесь и не сопротивляйтесь, это все, что нужно Ты концентрируешься на дыхании? Нет Совсем? Нет Просто сидишь? Просто сижу Я думаю о дыхании Это все, я стараюсь сконцентрироваться только на дыхании Раньше я так делал, но в какой-то степени любые техники концентрации, любые техники медитации сводятся к одному Внутреннее созерцание Концентрация — это техника, направленная на замедление мышления до такой степени, что вы сможете больше не пользоваться объектом для концентрации Можно сразу же перейти к конечной цели Проблема, о которой я говорю, не связана с концентрацией на дыхании Она заключается в том, что вам придется очень долго обрабатывать собственные мысли У вас это не получится, если не заниматься хотя бы час в день Желательно 60 дней подряд, до того момента, пока вы не обработаете достаточное количество собственных проблем Будет тяжело, но результат того стоит Избавитесь от шума в голове Либо когда он придет, он будет где-то на фоне Тихий, вы будете знать, что он собой представляет Найдете его источник Источник возникнет недавно, будет связан с тем, что вам надо решить И вы, наконец, почувствуете моменты настоящей тишины Каково твое конечное состояние во время медитации? Есть ли какое-то состояние, которое получается обрести в те редкие моменты, когда ты чувствуешь искреннее блаженство? Или находишься в полной гармонии с собой? Или, может, ощущаешь просветление? Это как-то сложно описать Когда ты по-настоящему медитируешь, тебя нет Когда нет мысли, нет мироощущения, нет ничего Просто ничего Это сложно описать Я бы сказал так Любое состояние, связанное с психоделиками Когда люди используют так называемую растительную медицину Можно достичь с помощью чистой медитации И я определенно доходил до подобных состояний Ты достигал трансцендентных психоделических состояний, когда ты видишь галлюцинации? Я наблюдал странные видения Видел разный свет, цвета Испытывал так называемую загрузку Ко мне приходило осознание Я испытывал настоящее блаженство Цвета Но не каждый раз Нет, бывает редко Я бы сказал, что если гнаться за подобными ощущениями, то пропадает смысл медитации Когда ты по-настоящему... Хотя я и близко не являюсь просветленным человеком Даже рядом не стою Но если говорить о своем личном опыте Единственное состояние, которого я желаю Это покой Просто покой Покой, счастье Да, я считаю, что покой — это неподвижное счастье А счастье — это покой в движении Конвертировать покой в счастье можно в любой момент Но чаще всего мы хотим покоя Это очень интересно То есть можно в любой момент конвертировать покой в счастье Да, если вы спокойный человек, все, чем вы занимаетесь, будет приносить вам счастье И, кстати говоря, споры о политике в социальных сетях не добавят вам покоя Нет ничего более беспокойного Особенно в наше время Мы думаем, что обретем покой, решив все наши внешние проблемы Но существует бесконечное число внешних проблем Поэтому единственный способ обретения покоя сходит изнутри, когда мы отказываемся от идеи, что проблемы существуют Кто кроме политиков думает, что мы обретем покой и решим все наши внешние проблемы? Все Все с этим пытаются бороться Зачем мы стремимся зарабатывать деньги, чтобы решить наши финансовые проблемы? Зачем мы хотим одержать верх в политике, чтобы мы были спокойны за наших близких? Да Решить все свои проблемы — это амбициозная задача Проще изменить себя, чем изменить мир Это правда А лучший способ изменить мир — изменить себя Вот именно Совет всем, кто любит кричать в социальных сетях Лучше всего жить той жизнью, которую вы хотите для других людей Когда я был в Новой Зеландии, я бы встречал одного человека Сейчас в соцсетях всех так сильно заботит защита окружающей среды и охрана природы И вот я пришел к этому человеку в гости, а он аккуратно, потихоньку занимался своим экспериментом Жизнью без отходов Он ничего не выкидывал Он оставлял каждую упаковку, которую открывал Он все мыл, оставлял коробки из Амазона, даже чайные пакетики Если он их открывал, ему надо было придумать, как использовать чай с максимальной эффективностью А внутри пакетика что-нибудь хранить Таким образом, у него не было мусора, в буквальном смысле безотходная жизнь У него это получалось Такой пример вдохновляет Когда я встречаю таких людей, я чаще задумываюсь о проблемах окружающей среды В отличие от тех, кто орет на меня в социальных сетях Сколько он так жил? Думаю, недели две Это тяжело Что делать с этими гребанными чайными пакетиками? У него была целая коллекция Он не хранил всякую мелочь Звучит как жизнь человека, страдающего накопительством, который хранит у себя использованные чайные пакетики Впечатляющий пример Это довольно странный подход Но я ценю его Вполне возможно сделать Каким-то образом Все наши Чашки и вещи Биоразлагаемыми Проблема современного движения за защиту окружающей среды заключается в том, что Они правильно выявили проблему Конечные возможности нашей земли А на все, что у нас есть, нам нужно за ней ухаживать Но у них нет решений Они лишь повторяют, что нужно остановить рост экономики Проблема в том, что у нас есть миллиард индийцев и китайцев, которые не хотят жить в нищете Они будут продолжать расти, хотите вы или нет С ними можно спорить, на них можно орать, можно орать на нас, но ничего не изменится К сожалению, найти решение, опять же, можно только с помощью развития технологий Нужно развивать зеленые технологии И я отмечу вклад Маска Он один из тех, кто этим занимается Вы начнете создавать биоразлагаемые, более полезные вещи Ведь все хотят быть более здоровыми Китайцы хотят быть здоровыми Индийцы хотят быть здоровыми Они хотят жить в чистоте Если вы им скажете, мы очистим ваши реки, леса Ваши дети не будут болеть холерой, дизентерией или тифом Мы можем излечить ваши болезни Можем усилить вашу иммунную систему Можем предоставить вам чистую питьевую воду Благодаря этому люди задумываются об охране окружающей среды Они криками о том, что они не должны экономически расти и перестать загрязнять воздух Они даже не задумываются об этих концепциях Они просто не хотят жить в нищете Я думаю, что современное движение защитников окружающей среды правильно определило проблему, но не может предоставить правильный набор решений, которые подойдут людям Люди не откажутся от экономического роста Сначала им нужно стать богаче Да, это хороший аргумент Но как добиться и того, и того? Массово снизить цены экологически чистых технологий По сути, экологически чистые технологии должны быть экономически целесообразны Через субсидии? В идеале, через инновации Субсидии могут работать в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пока кривая инновации не будет пересечена У Теслы, к примеру, не так много патентов, или скорее они свободно их раздают Очередной пример — способы развития Если хотите избавиться от пластиковых трубочек, да, где-то с этим легко можно справиться В Сан-Франциско можно запретить пластиковые трубочки Но не в Китае Пока не придумают такие же прочные бумажные трубочки, которые можно производить по той же цене К тому же, нужно рассказать китайцам, что это нефтепродукт Пластик, которым вы пользуетесь, является нефтепродуктом Он вреден для вас Вот вам его химический состав, вот что происходит с вашими сосудами Они тоже хотят, чтобы их дети были здоровыми и счастливыми Таким образом, они станут детям давать бумажные трубочки Может, трубочки не лучше пример, но это также относится к ископаемому топливу Наверное, это лучший пример Или замена пластика на стекло или бумагу Сегодня Ронда Патрик писала о новой технологии Которая позволит конвертировать пластиковые отходы в топливо Есть компании, которые активно занимаются ее разработкой Таким образом, пластиковые отходы станут ценными Они станут товаром, ресурсом Это не решит некоторых проблем Не снизит углеродный след, не решит дефористизации К решению этих проблем нужно подойти с другого угла Взять амазонку Все жалуются на дефористизацию амазонки Но вы не являетесь бедными бразильскими фермерами Вы сидите на своем комфортном стуле и в соцсетях нападаете на злых бразильцев, которые вырубают леса амазонки Но амазонка обладает удивительными ресурсами Если нам бы было не все равно, мы бы сделали из нее туристический парк Вы бы ответили за свои слова и занялись бы экотуризмом в амазонке Начали бы поддерживать деньгами проект Может быть, можно заработать на будущих правах фармацевтических компаний, которые найдут в ней удивительные растения, которые начнут продавать Таким образом, фармацевтические компании могли бы быть заинтересованы в сохранении биологического разнообразия амазонки Сказать им, если вы купите этот участок амазонки и сохраните его, вы можете продавать любые найденные там лечебные растения Вы их можете лицензировать и запатентовать Думаю, что есть решения, которые могут осуществить только мы, жители первого мира, у которых есть деньги Мы деньгами можем ответить за свои слова и спасти подобные места Это очень интересное решение, но я вижу, как мгновенно разразятся споры о том, что у фармацевтических компаний не должно быть прав на лечебные растения Хорошо, пусть правительство этим займется, оно получит патенты и продаст их на аукционе позже Так это еще хуже Или будут выдавать лицензии Зачастую проблема как раз в этом Иногда не существует какого-то хорошего решения Есть решение со своими недостатками Такова жизнь, чем-то приходится жертвовать Быть человеком довольно сложно Да, всегда есть ограничения Очевидно, что я склоняюсь больше к решениям, связанным с частной собственностью и капиталом Хоть они не идеальны, но они действительно работают Когда что-то становится вашей частной собственностью, вы за ней начинаете следить Вы не будете гадить там, где спите Но в этом случае такие места должны отдаваться в частное пользование на время Многие страны не предоставляют землю в частное владение зарубежным представителям, например В Мексике пляжи не могут быть в частном владении В некоторых случаях можно выставить ограничения Ага, да Тебе нравится этим заниматься? Тем, что ты так подробно все разбираешь? Делишься своим мнением, пытаешься объяснить какую-то сложную проблему? Я не пытаюсь что-то объяснять В обсуждении я узнаю столько же, сколько говорю Я учусь у самого себя, потому что я пытаюсь нечто выразить Я могу весь день сидеть и думать, но по большей части это будет бесполезно В процессе мышления мы постоянно прыгаем Так как мы нежно относимся к себе, мы этого не понимаем Но когда ты заставляешь себя что-то написать, поэтому я пишу в Твиттере Или когда нужно с кем-то разговаривать, тебе нужно устранить эти дыры в мышлении, чтобы выстроить крепкую логическую связь Ошибка, которую я часто совершал в молодости, заключалась в том, что я всегда пытался казаться самым умным мальчиком в классе Так же, как ты, наверное, пытался казаться самым смешным или самым сильным Сначала мы были неудачниками, захотели стать победителями и выбрали то, что хорошо получалось Начали это развивать Я всегда хотел быть самым умным Что я для этого делал? Читал много книг, запомнил множество фактов А то, что я не знал, это было до гугла, я придумывал, чтобы казаться умнее Еще до гугла После гугла факт-чекин улучшился, и мне надо было стать лучше Благодаря гуглу я стал лучше Но не только ты, конечно Сейчас я понимаю, что главной ошибкой было заучивание наизусть Потому что, когда ты пытаешься прожить жизнь в гармонии с реальностью Ты хочешь достичь глубокого понимания в том, что ты делаешь и зачем Гораздо важнее хорошо знать основы, чем все остальное Знание математического анализа тебе в данный момент не пригодится Оно не поможет тебе ни в бизнесе, ни в жизни Но хорошее знание арифметики тебе сильно поможет Считаешь ли ты сдачу магазиней на углу, вычисляешь прибыль со своего подкаста Или прикидываешь математическую вероятность какого-либо действия Понимание базовой математики гораздо важнее, чем заучивание концепции математического анализа И думаю, это касается абсолютно всего Гораздо лучше хорошо знать основы Стоять на твердом фундаменте понимания, который невозможно разрушить Чем стоять на хлипких строительных подмостках продвинутых концепций Поэтому есть много людей, которых мы постоянно слушаем, которые очень умны Постоянно используют профессиональный жаргон И ты не можешь понять, к чему конкретно они ведут Как они выражают свои мысли И внутри растет подозрение, что они сами ничего не понимают Если брать наших величайших мыслителей Особенно тех, которые ставят на кон свою жизнь или финансы Они очень хорошо знают основы Физик Ричард Фейнман затрагивал эту тему в одной из своих лекций В ней он начинал со счета пальцев на руке И заканчивал математическим анализом в рамках четырех страниц текста Материал умещался на четырех страницах И он выстраивал полную и железную логическую цепочку Которая проходит через геометрию, тригонометрию, предварительные исчисления Аналитическую геометрию, графики, все Вплоть до математического анализа Он понимал основы чисел, поэтому ему не надо было ничего запоминать Заучивание — индикатор того, что ты не понимаешь Вы должны извлекать знания по предмету на ходу И если вы не можете, вы его не знаете Променяешь ли ты данный подход в других областях, кроме математики? Ко всему Ко всему? Ко всему Даже не пытаешься что-то заучивать? Пытаешься все понять? Отказаться от запоминания невозможно Но если получится Вот почему мне так нравится Твиттер Когда я пытаюсь что-то понять, я стараюсь записать таким образом, чтобы запомнить Просто небольшой якорь, который приведет меня к глубокому пониманию После этого я объясняю это людям Таким образом узнаю, что сформировалось понимание Об этом я и хотел сказать, когда мы обсуждали чтение Когда я читаю одну страницу хорошей книги, я потом всю ночь могу думать о прочитанном Или начинаю прыгать по ссылкам в Википедии и искать блоги, чтобы лучше это понять К примеру, несколько месяцев назад я был увлечен довольно глупым вопросом Но мне хотелось изучить смысл жизни Какой смысл жизни? Как это может быть глупо? Из-за банальности? Это банально, об этом мы не должны думать В детстве об этом спрашиваешь родителей, а они говорят тебе не париться Иди работай, хиппи Точно, иди лучше работать, хиппи Или вот тебе бог В нем смысл жизни И я хотел понять для себя, каким может быть ответ Не каков ответ, а каким может быть ответ И на глубинном уровне мне пришлось выслеживать разнообразные мелкие частицы, чтобы понять это для себя У каждого свой ответ, но я должен был сам понять, каков может быть ответ, а каким не может Таким образом я обрел покой И мне больше не нужно задаваться этим вопросом Так каков смысл жизни? Думаю, что вопрос тут интереснее ответа Каждый должен сам искать на него ответы Давай мы изучим его некоторые нюансы Во-первых, если я дам тебе ответ Если я скажу, что смысл жизни в удовлетворении Бога А какого Бога? Скажем, Иуда христианского Почему его? Почему так? Проблема в вопросе «почему» Можно бесконечно спрашивать «почему» Но любой ответ найдется новое «почему» Почему? Почему? Как маленький ребенок Точно, мы окажемся в так называемой трилемме Агриппы Это упражнение философии Я искал информацию в гугле и наткнулся на трилемму Агриппы Трилемма Агриппы гласит, что любая череда из подобных вопросов «почему» Может закончиться в трех конечных точках Первое — бесконечный регресс Почему это? Потому что то И так до бесконечности Второе — цикличное рассуждение Почему А? Потому что Б Почему Б? Потому что А Такая ловушка Третья точка — аксиома Самой популярной аксиомой является Бог Но это может быть что угодно Математика, наука, большой взрыв, симуляция Все это аксиомы, конечные точки Объяснять что-либо с симуляцией или большим взрывом То же самое, что верите в божий промысел Бог сейчас — слово непопулярное Поэтому его стараются не использовать Но это то же самое Таким образом мы оказываемся в одной из трех конечных точек Ответа нет Правильный ответ Потому что Каков смысл жизни? Потому что Красота в том, что мы придумываем собственный ответ Если был бы один ответ на этот вопрос, мы не были бы свободны Мы оказались бы в ловушке Потому что тогда нам нужно было жить в соответствии с этим ответом Мы были бы скучными роботами, которые соревнуются друг с другом В максимальном соответствии этому смыслу жизни Опять же хвастовство Я лучше в этом, чем ты К счастью, единого ответа нет Так что делайте, что хотите Смысл жизни Забавно, что этот вопрос находится В основе нашего экзистенциального страха То, что мы не знаем, зачем мы здесь И у вас складывается ощущение, что, возможно, смысла нет Когда начинаешь задумываться о мультивселенной Вселенной, галактиках, солнечной системе, планете, организме, клетках внутри организма Бактериях, паразитах Симбиотических отношениях, которые формируются в нашей внутренней среде И ты думаешь, я что, всего лишь мелкая частица во всем этом? Ответы на подобные большие вопросы всегда парадоксальны Да К примеру, ты спрашиваешь, имеет ли моя жизнь значение? В этом суть твоего вопроса Как моя жизнь может что-то значить в этой бесконечной вселенной? С одной стороны, ты — отдельный организм И все организмы разные Каждый из двух организмов бесконечно отличается Ты полностью автономный организм Лишь у тебя могут быть твои мысли, эмоции, чувства, жизненный опыт Твоя жизнь — одиночная игра, в которой ты застрял внутри головы Реагируешь на разные события и все С другой стороны, я не могу сказать Джо Роган, не задев всю вселенную Инопланетянин прилетит и спросит, что такое Джо Роган? Это человек Что такое человек? Двуногая обезьяна Что такое обезьяна? Животная Земли Что такое Земля? Планета Что такое планета? Часть Солнечной системы Где был создан углерод внутри звезд? Я должен создать целую вселенную, чтобы объяснить, что такое Джо Роган В этом смысле ты со всем связан, ты неотделим Ответом на вопрос, имеет ли моя жизнь значение, является осуждение о том, что я все и ничего И так происходит со всеми большими вопросами Ответы на них парадоксальны, поэтому в какой-то степени эти ответы бесполезны Мы упремся в трилемму, о которой мы говорили, но процесс изучения этих вопросов очень полезен Таким образом ты обретаешь внутреннее понимание своей жизни Что приводит к покою Думаю, для многих людей стресс, связанный с этим вопросом, исходит из недовольства собственной жизнью Из неправильных решений, которые привели в ловушку Есть большая разница между тем, что ты не знаешь, в чем смысл жизни И тем, что постоянно думаешь, как бросить свою ебаную работу Я больше так жить не могу, в чем смысл моей жизни, если она у меня такая Поэтому я начинаю с того, что сначала вам нужно разбогатеть Поэтому я к этому подхожу практично Смотри, Будда был принцем Он вырос в богатой семье, а затем ушел в лес В древние времена, чтобы найти внутренний покой, ты должен был стать монахом Ты отрекался от всего, становился аскетом Отказывался от всего, от женщин, мужчин, детей, денег, политики, науки, технологии От всего И ты один уходил в лес Ты отказывался от всего, чтобы обрести внутренний покой Сегодня у нас есть замечательное изобретение под названием деньги Ты можешь их накапливать на своем счету Ты можешь их скопить Можешь усердно работать Можешь внести посильный вклад в общество Общество даст тебе деньги или то, что вы хотите и не могли достать А остальное можно отложить Можно жить скромно и найти в этом свободу Таким образом, у вас будет времен достичь внутреннего покоя и счастья Думаю, все станут счастливее, когда получат то, что они хотят Давай всех сделаем богатыми Давайте всех сделаем подтянутыми и здоровыми А затем сделаем всех счастливыми А это вообще возможно? Конечно Все могут быть богатыми Все могут стать богатыми Вот мое мыслительное упражнение Сейчас кажется, будто мы инфо-цыгане Все могут стать богатыми Посмотрите на мой дом А вот и мой Роллс-Ройс Да, хорошее замечание За все, что я написал по теме богатства Я не взял ни одного доллара Потому что это все испортит Люди подумают, что я очередной мошенник, который пытается заработать на вас Быстрых схем богатства не существует Чаще всего это индикатор того, что кто-то хочет заработать на вас Для меня это философский труд Я хочу заложить в него глубинный смысл Чтобы он реально работал Я не могу брать за это деньги Да, все могут стать богатыми И вот тебе мыслительное упражнение Представь, если завтра По мановению волшебной палочки Каждый из нас станет ученым Или инженером Все мы Даже если вы будете не очень хороши Но вы будете понимать компьютеры И сможете писать код и делать железо И не говорите, что люди не могут этим заниматься Они на это способны Это тирания заниженных ожиданий Вы просто смотрите на других людей свысока Люди на это способны Им просто нужно образование Если у всех будет образование инженера-программиста-ученого-биолога-техника Берем только точные науки, не гуманитарные Мы бы смогли решить все за пять лет Роботы выполняли бы всю работу От уборки туалетов и готовки до управления самолетов и уберами Чем бы мы занимались? Занимались бы творческими профессиями Развлекали друг друга и занимались научными исследованиями и технологиями У нас была бы прекрасная жизнь По сути, это вопрос образования и ничего больше Но учитывается ли масштаб? Ты утверждаешь, что это могло бы сработать с населением в три сотни миллионов человек Это сработает с десятью миллиардами людей Это сработает с космической расой С населением в сотню триллионов людей Достаточно ли у нас ресурсов и возможностей? Во Вселенной бесконечное количество ресурсов Слышал о сфере Дайсона? Вы строите сферу Дайсона вокруг звезды И выкачиваете из нее энергию В них огромное количество энергии Один астероид содержит нужное нам количество минералов Одно Солнце, одна Солнечная система содержит в себе всю энергию, которая нам понадобится на очень долгое время Мы можем извлекать энергию из ядерного синтеза Мы находимся не так далеко от подобных технологий Это вопрос воли и заинтересованности Мы должны строить установки для испытания ядерного синтеза на Луне Луна должна быть вся в них В этом проекте нет минусов Точно, да Если бы можно было Как это сделать? Отправить людей туда работать? Роботов Проблема ядерного синтеза Вот в чем Природа создала энергию с помощью ядерной энергии Солнце генерирует ядерную энергию Для передачи информации мы используем фотоны Потому что фотоны не вступают во взаимодействие Фотоны хороши для передачи информации, но они не годятся для передачи энергии Для того, чтобы создавать энергию, надо использовать ядерные разработки Проблема ядерной энергии в том, что мы используем ее в бомбах Делаем грязные бомбы Есть еще куча других проблем Фукусима, Тримайл Айленд, Чернобыль Мы больше не занимаемся развитием ядерных технологий Представь, что после создания первого парового двигателя Мы решили бы не продолжать новые разработки в этой области Или стали их жестче регулировать, чтобы разработчики тратили миллиарды долларов, чтобы соответствовать стандартам Инновации не могут возникнуть в подобной среде Нам нужно возобновить работу над ядерными технологиями, чтобы в конечном счете подобраться к ядерному синтезу Чтобы он заработал безопасно, чисто, пассивно и без эксцессов Тогда мы сможем освободиться из энергетической ловушки И лучшее место для подобных экспериментов — это Луна или Марс Считаешь ли ты, что мы можем развить ядерную энергетику до такой степени, что это не будет опасно? Ведь всех беспокоят ядерные катастрофы, так? У нас есть старые АЭС, которые работают на этой технологии всего 50 лет Удивляет то, что их нельзя отключить Да, это очень устаревшие разработки Сейчас существуют ядерные реакторы четвертого поколения, которые безопасны в пассивном положении Другими словами, если они отказывают, если их выключить, их отказ не сопровождается утечками и какими-либо проблемами У них позитивное состояние по умолчанию, в отличие от нынешних, от старых, чей отказ приводит к катастрофе Получается, четвертое поколение — это самое новое? Пятого еще нет? Да, это не 80-е, не 100-е поколение, как у микропроцессоров И над этими разработками мы должны работать Я надеюсь, в идеальном мире... Вообще, проблема ядерной энергетики на Луне в том, как ее направить назад домой Но на самом деле нужно пользоваться ей на Луне, чтобы, возможно, запускать больше спутников и ракет в дальние уголки Солнечной системы Сначала эта энергия будет использоваться так, но с развитием технологии энергию можно будет направить домой Я хочу вернуться к рассуждениям о том, как сделать людей богатыми Что это сделает людей счастливыми? Как остановить постоянно растущие потребности людей? Кто-то думает, класс, у меня есть отличный Шевроле, но мне очень хочется БМВ У меня есть БМВ, но теперь я хочу Мерседес У меня есть Мерседес, теперь я хочу Феррари Как освободиться из ловушки бесконечных материальных желаний В какой-то степени это невозможно, но я думаю, что большинство умных людей со временем осознает, что вещи не делают их счастливыми Нужно через это пройти Тебе нужно купить эту тупую машину, чтобы понять, что вместо девчонок она больше привлекает других мужиков Блин, какая у тебя крутая тачка, дружище У тебя в гараже много дорогих машин, скажи мне Кого они больше привлекают? Женщин или мужчин? Ну, я женат, поэтому они только для меня Мне просто нравятся механизмы Для меня это игрушки Тебе просто нравятся машины, но с возрастом ты понимаешь, что материальные ценности не приносят счастья Но недостаток материальных ценностей может сделать тебя крайне несчастным Бедность делает тебя несчастным, но богатство не сделает тебя счастливым И, к сожалению, во что происходит? Люди тратят всю жизнь на то, чтобы заработать деньги Немного получается, они истощены и задаются вопросом, почему я несчастен? Видимо, я просто не склонен быть счастливым Умные люди не могут быть счастливыми Это маленькая уловка, созданная для того, чтобы люди себя чувствовали немного лучше Говорят, что умный человек не может быть счастливым А я вижу ситуацию с другой стороны Если ты умный, ты должен быть способен придумать, как стать счастливым Иначе не так уж ты умен Да, это довольно оскорбительное высказывание Что умные люди не могут быть счастливыми Я его слышал раньше и не понял логики Кроме того, что человек пытается себя как-то оправдать Я понимаю, откуда оно исходит Оно исходит из того, что умный человек постоянно размышляет, его голова забита Да, забитая голова не дает тебе покоя Покой, который мы ищем, не характеризуется спокойным мышлением Это покой от постоянного мышления Рассмотрим всевозможные занятия, которые, как нам кажется, способствуют нашему счастью Будь то поиск секса, достижение оргазма или экстремальные виды спорта Или созерцание чего-то прекрасного Или психоделики Вы хотите выйти за рамки собственного разума Вы желаете, чтобы ваш обезьяний мозг замолчал хотя бы на секунду Вы хотите покоя от постоянных размышлений И существуют более эффективные способы достижения подобного состояния Большинство из них — способы непрямого воздействия Если вы понимаете, как все работает Видите мир таким, какой он есть То вы естественным образом достигаете покоя от постоянных размышлений Извини, что выдал целую тираду Нет, она хороша, это хорошее размышление Потому что мне кажется, что зачастую людям нравится гнаться за тем, что однажды Они, наконец, смогут отдохнуть Они достигнут своей цели Это фундаментальное заблуждение То, что есть что-то, что сделает тебя счастливым навсегда Да, начнутся золотые времена Они есть, это смерть Она решит все ваши проблемы Великий уравнитель Если вернуться к социальным сетям Люди видят человека, который позирует на фоне особняка рядом с красивой машиной Стоит в своих дизайнерских шмотках с дорогими часами И думают Как я хочу все это Вот что мне нужно То, что вы действительно хотите — это свобода Вы хотите освободиться от своих финансовых проблем Я думаю, это нормально, когда человек, наконец, решает свои финансовые проблемы Либо путем снижения своих запросов Или путем зарабатывания достаточного количества денег Вообще, конечная цель в том, чтобы все ушли в отставку Но не в такую отставку, когда ты в 65 сидишь в доме престарелых и получаешь пенсию Другое значение — это такое состояние, когда ты перестанешь жертвовать сегодняшним днем Ради воображаемого завтрашнего дня Точно Когда сегодняшний день хорош сам по себе Ты в отставке Да Как этого добиться? Первый способ — сберечь такое количество денег, чтобы ваш пассивный доход без каких-либо усилий покрывал ваши расходы Расходовать по минимуму Второй способ — снизить расходы до нуля Стать монахом Третий способ — делать то, что вы любите Любите настолько, что вам безразличны деньги Есть разные пути к этой цели, но самые распространенные — люди решают заработать побольше денег И обретение богатства, о котором я говорю, связано с вечными принципами и личной адаптацией таким образом Что деньги не будут для вас проблемой, и этого можно достичь тем, что вы будете заниматься тем, что любите Мы застреваем в модели, что должны работать на других людей и продвигаться по карьерной лестнице Я должен делать то же самое, что делает кто-то другой, чтобы хорошо зарабатывать Но на самом деле в нынешнем обществе вы получаете награду за творческую работу, за создание чего-то нового Того, о чем общество даже и не задумывалось, а теперь ему хочется это получить, и это возможно только через тебя Больше всего денег на самом деле приносят индивидуальные бренды Такие люди, как ты, как Илон, Канье, Опра, Трамп Это индивидуальные бренды с известным именем, которые самому по себе являются рычагом У тебя есть рычаг, подкаст, который слушают все Подкаст работает на тебя, когда ты спишь У вас есть уникальные знания В твоем случае ты знаешь, каково быть Джо Роганом Попробуй найти другого бойца UFC, комментатора, подкастера, комика и интересующегося всем человека, знающего столько людей Ты незаменим, поэтому нам приходится платить тебе твою цену Но я не дрался в UFC Ах, хорошо, прости Ты просто крутишься в этом мире У тебя уникальный набор навыков Из-за того, что я называю специфическое знание Так как оно конкретно связано с тобой и с рычагом, который имеет твой подкаст Ты являешься машиной по производству денег Я уверен, что если завтра я сотру все деньги с твоего банковского счета, ты быстро снова станешь богатым Все благодаря тому, что у тебя есть такой набор навыков Когда люди обретают подобный набор навыков, красота в том, что у них не будет конкуренции Они становятся незаменимыми Если Джороган завтра исчезнет, не будет такой ситуации, в которой случайный подкастер номер 12 займет твое место Нет, все уйдет Вы можете освободиться из ловушки конкуренции благодаря поиску своей уникальности Вы сможете бросить работу, когда найдете то, в чем вы будете лучше, чем кто-либо И вы будете лучше всех, потому что вам нравится этим заниматься Никто не сможет с вами конкурировать, если вам что-то нравится делать Если вы делаете что-то уникальное и то, в чем нуждается общество Задействуйте рычаги, будете работать под своим именем, в этом случае вы возьмете на себя риски Но также получите всю награду И будете владеть тем, что вы делаете, все получится Думаю, что люди должны быть осторожны, чтобы не попасть в еще одну ловушку Ты начинаешь привыкать к своему образу жизни, к своему доходу Но таким образом ты попадаешься на крючок И теперь тебе приходится работать на работе 40 часов в неделю, чтобы позволить себе свой образ жизни Таким образом ты зависишь от своей работы Ты не откладываешь деньги на что-то полезное и работаешь на кого-то Работать над чем-то ради награды — это реальная ловушка, в которую попадают многие люди Самая большая Насим Талеб говорил так «Существуют две самые большие зависимости — героин и зарплата» Поэтому нельзя стать богатым, сдавая в аренду свое время Даже если ты будешь брать все больше денег за свое время, это медленная петля апгрейдов Вы в то же время улучшаете свой дом, машину, переезжаете в район получше Нужно привыкать игнорировать окружающих людей Или улучшать и менять отношения к ним Многие люди бедны здесь, но стали бы богатыми, если бы переехали в Таиланд или на Бали Если они могут себе позволить роскошь работы на удаленке, возможно, они бы жили там и могли бы скопить денег Важно игнорировать то, как живет окружение, ведь нас постоянно волнует, как живут какие-нибудь джонсы Зависть заставляет мир вращаться Точно Вот чего должны избегать люди — не позволять себе так думать Когда люди слушают тебя, все эти удивительные, логичные советы У них могут возникнуть четыре грязных слова «Ему легко так говорить» Да Это ужасная ловушка Я рос в семье эмигрантов первого поколения в Джамайке, Квинс Без денег В семье мать-одиночка и два ребенка Круглосуточная работа и школа Я мыл посуду, работал официантом, стриг газоны Я работал с 11 лет, то тут, то там В кармане два цента не мог удержать Я должен был занять 400 долларов, чтобы поступить в колледж Мне не хватило 400 долларов Надо было их срочно найти, мне не хватало Меня не взяли на работу в Данкин Донатс Я не говорю, что это легко Это непросто На самом деле, все это очень тяжело Самый сложный проект вашей жизни Но он сам по себе награда Посмотри на детей богатых родителей Они не могут понять, в чем смысл их жизни Это ужасное положение Ваше настоящее резюме — список собственных страданий Если я попрошу вас описать свой жизненный путь на смертном адре Вы начнете вспоминать все самое интересное, что удалось сделать И эти события всегда связаны с какими-то жертвами и тяжелыми решениями Все, чем вы жертвуете, неважно У вас есть руки и ноги, мозг, голова, кожа Все это вам дано Вам так или иначе нужно трудиться, чтобы обрести собственный смысл жизни Зарабатывать деньги — неплохой путь Это тяжело Я не буду утверждать, что это просто Это очень сложно Но у вас есть все необходимые инструменты Все есть К тому же существуют ловушки, которые люди сами себе придумывают в голове Ищут оправдания или придумывают себе непреодолимые препятствия Непреодолимый путь Менталитет жертвы Да Во всем виноват кто-то другой Или цвет моей кожи Или во всем виновата система Да, такие люди тонут Мне их жалко Хочется из них вытрясти такие установки Вы можете выбраться Нужно лишь перестать думать, что во всем виноват кто-то другой Вы должны уметь видеть картину с другой точки зрения Но людям тяжело этим заниматься Тяжело менять собственное отношение к окружающей действительности В конце концов, несмотря на то, что я говорил ранее Я считаю, что жизнь — это игра в одиночном режиме Все процессы происходят в вашей голове Все, что вы думаете, во что верите Меняет окружающую действительность Это касается рисков, на которые вы можете пойти Действия, которые вы предпринимаете Но это также касается каждого вашего дня Если вы идете по улице и осуждаете прохожих Мне не нравится тот парень из-за цвета кожи Та девушка непривлекательная Этот парень толстый Тот неудачник Почему у меня в жизни все не так Чем больше вы судите Тем дальше будете от всего отдаляться На секунду вы почувствуете себя хорошо Потому что в сравнении вам кажется, что вы лучше Но затем вы почувствуете одиночество И везде будете видеть негатив Мир лишь отражает ваши чувства Окружающая действительность нейтральна Она не осуждает Дерево не рассуждает о концепциях того, что правильно, а что нет Что хорошо, а что плохо Вы рождаетесь, накапливаете опыт Подвергаясь разнообразным стимуляциям Света, цветов и звуков А затем умираете Интерпретация входящей информации Лежит на ваших плечах У вас есть этот выбор Вот что я имею в виду Говорят, что счастье — это выбор Если вы верите в то, что это зависит от вас Тогда вы сможете что-то изменить Потому что я не знаю, как вам его обрести Потому что у вас уникальный набор условий Которые делают вас несчастными Вы должны сами их устранить Я не могу изменить ваши привычки питания Я могу вас направить Но вы сами должны сформировать привычки здорового питания Вы должны верить, что это возможно Это действительно возможно Я раньше страдал Теперь доволен как слон И дело не в деньгах Я обрел счастье до этого Ты обрел счастье до уприхода состояния Как ты стал счастливым без денег? Стал старше Я осознал, что жизнь коротка И я умру Опять же, как банально Да, во многом У Конфуца есть хорошая фраза на этот счет У человека есть две жизни И вторая начинается тогда Когда он понимает, что жизнь не всего одна Я прочитал ее И это одна из таких фраз После которой хоть сразу книгу закрывай Будто майк-дроп У Конфуция полно таких майк-дропов Конфуция был жестким мужиком Хорошая фраза Отлично Или вот еще одна На случай, когда заболеете Все болеют время от времени Так вот Здоровый человек хочет тысячи разных вещей А больной хочет лишь одного Ваши бесконечные желания Не дают вам покоя Не дают обрести счастье Желания естественны Мы биологические существа Мы должны куда-то двигаться Чего-то достигать Сопротивляться Жить Но будьте осторожны В своих желаниях Это банальная старая истина Желания приводят к страданиям Что будет удовлетворить Какое-то желание Вы будете страдать Не берите на себя Сразу много желаний Вселенная так устроена Что если вы хотите чего-то одного Вы это получите Но все остальное Вам надо отпустить Ты постепенно обретал счастье Или произошли какие-то радикальные изменения Это постоянный процесс Он идет постепенно С каждым днем все лучше То есть ты сейчас более счастлива Чем месяц назад Да Сейчас я счастливый человек Это может показаться странным Но на самом деле Мне сложно общаться с нормальными людьми Правда? Да Сколько времени занял этот процесс? Сколько лет? Где-то 8 лет 8 лет? Да Вау И ты обретал его Читая какие-то книги Или к тебе пришло понимание И ты начал двигаться ему навстречу Руководствуясь Приобретенным Пониманием Да, это личный процесс Вы должны Сделать это своим приоритетом После этого я решил перепробовать Все возможные хаки Я пробовал Медитацию Пробовал созерцание Я даже пробовал Сэй и Озэсэ Просто чтобы понять Что это И как они? Они из пессимиста Сделали меня оптимистом Но мне не понравились Физические побочные эффекты Я не хотел полагаться на препараты В долгосрочном перспективе Поэтому бросил Но они сделали тебя оптимистом Да, тогда я был пессимистом Я начал Искать Вообще В каждой ситуации Несмотря на то, что происходит Есть светлая сторона Сначала я заставлял себя И ее искать Я упражнялся в этом до тех пор Пока это не вошло в привычку К примеру Мы встречались С подругой жены Проводили время И она постоянно Все снимала Сотни фотографий А затем Отправляла Все снимки Нам Первой реакцией Возникла мысль Зачем ты захламляешь Мой телефон Мне не нужны сотни фотографий Я чувствовал осуждение С моей стороны Это мгновенная реакция Но затем я подумал Как мило С ее стороны И сотни фото Можно выбрать Те, которые нам нравятся Почти у каждой ситуации Есть две стороны Бывают ситуации Настолько невыносимые Что единственный плюс В том, что они Чему-то нас научили Но я постепенно Проработал свое Каждое негативное суждение Пока не нашел Плюсы в каждом из них У меня это вошло В привычку Еще я понял Что мы Хотим ясный разум Хотим освободиться От мыслей И счастливые мысли Выходят из головы Мгновенно Их очень легко Отпустить Негативные мысли Остаются Если вы быстро Находите позитивную Сторону ситуации Вы сможете ее Отпустить гораздо быстрее Есть простые Лайфхаки Бывать Чаще на солнце Научиться Чаще улыбаться И обниматься В ответ на эти действия В организме Вырабатывается серотонин В вашем организме На самом деле Формируется петля Обратной связи Сигнализирующая о том Что вы счастливы Нужно проводить Больше времени на природе Очевидные вещи Следите за своими мыслями На протяжении всего дня Следите за процессами Не осуждайте Не пытайтесь контролировать Таким образом Вы можете медитировать Круглосуточно Медитация не ограничивается Сидением с закрытыми глазами Медитация Это наблюдение За своими мыслями Сродни тому Как мы Зачем-то наблюдаем Во внешнем мире И желание задавать вопросы Почему я так думаю Связано ли это с тем Кем я был 10 лет назад Взять, к примеру Подготовку к этому подкасту Ты готовился? Нет А, ну хорошо Но на самом деле готовился Я не смог с собой совладать Вот что происходило За несколько дней до подкаста Мой мозг Невозможно было остановить Обычно он довольно спокоен Но он не переставал Наворачивать круги И я представлял Как озвучиваю Каждую свою мысль Тебе Мой мозг не мог отказать себе В репетиции нашего диалога Он постоянно репетировал Наш разговор И я репетировал то Как я рассказываю тебе О репетициях Я оказался втянут В эту игру Я говорил себе Замолчи, остановись Что происходит Понадобилось время Чтобы понять В чем дело Когда я был мальчишкой Из Квинса Без денег У меня не было тогда ничего Мне надо было спасать себя У меня получалось это делать Благодаря тому Что я заумно говорил Я не был умным Я просто умничал Этот навык я довел до идеала Я тогда привык к репетициям Того, как звучать Будто ты умный Это болезнь Из-за нее я не был счастлив Но когда ты это замечаешь Когда ты что-то понимаешь То сразу же успокаиваешься После этого я перестал Так усердно репетировать Вау Но это все равно моя привычка Интересно то, что Ты хотел выглядеть умным Многие так делают Особенно молодежь Ты видишь умного человека Который выглядит умным И думаешь, что хочешь быть таким же Но я хочу, чтобы обо мне думали Так же, как я думаю Об этом человеке Это моя болезнь Я так себя чувствую Это затмевает мой разум Сейчас я постоянно спрашиваю себя Будет ли мне интересно изучить этот вопрос Если я об этом никому не смогу рассказать Так я выявляю искренний интерес То, что мне действительно интересно узнать Это распространенная штука Я знаю, что тоже от этого страдал в молодости Желание выглядеть умным Это распространенная вещь Все мы начинаем с этого Вы становитесь победителем по жизни Благодаря тому Что когда-то вы были неудачником Точно Если бы вокруг вас вертелись девушки У вас было бы полно денег И все, что только пожелаете Если бы вы были Успешным красавчиком в старшей школе Вы так ничего в жизни бы не достигли И вы бы достигли пика в раннем возрасте Как в песне Glory Days Брюса Спрингстона Вы женились на подружке со школы Остались бы в родном городе Стали бы менеджером в местном Макдональдсе Или какая у вас тогда была работа мечты Слава богу за то, что мы не достигли всего Когда были молоды Иначе мы бы застряли в этом месте Нужно вырваться из этого положения Интересная мысль о людях, достигших пика В раннем возрасте А может быть, такие люди могли бы Пойти по пути Илона Маска Отбросить прошлые успехи И начать что-то новое Где можно постичь удовольствие И обучение тому В чем ты поначалу плох Да, и в нашей профессии Особенно, когда ты постоянно на виду Проблема достижения пика в том Что ты умираешь смертью от тысячи порезов Постоянных запросов Тебя постоянно спрашивают «Эй, Джо, ты придешь на мое мероприятие?» «Джо, можешь взглянуть на мой бизнес-план?» «Джо, можешь дать совет?» «Можешь прийти на подкаст к моему другу?» Тебя постоянно закидывают разнообразными возможностями И у тебя нет времени для того, чтобы начать что-то заново Ты должен беспощадно всех разочаровывать Чтобы очистить свой рабочий график Отменить все встречи Не отвечать на почту Это единственный способ, как начать что-то заново Да Мы говорили об этом И мне нравится твой подход к встречам Только если от них зависит жизнь Я их тоже ненавижу Недавно отказался от хорошего предложения Высокопоставленный сотрудник крупной организации Вышел на меня и я спросил А мы не можем Все обсудить по телефону Мы начали разговор и поговорили ни о чем Они лишь хотели заманить меня к себе в офис Собрание должно быть звонками Звонки должны быть емейлами А емейлы — текстовыми сообщениями Зачастую — да Я ненавижу встречи Раньше мне принадлежал домен янепьюкофе.ком Потом отказался от него Но раньше я отвечал с сайта «Я не пью кофе» Уморительно Немного грубовато Но это соответствует принципам, которые я вывел еще в молодости Я знал, что хочу хорошо зарабатывать Это было моим страстным желанием И я еще тогда подумал, что я никогда не буду стоить больше того, как я сам себя оцениваю Никто не заплатит мне больше суммы, которую я сам себе хочу Так сколько стоит мое время? Я сам для себя поставил планку часовой платы, которую я стою И я сказал себе, что не буду жертвовать своим временем за меньшие деньги Изначально это было 500 долларов в час Затем я повысил ее до 5000 баксов в час Я знаю, что это слишком много Но нужно ставить для себя вдохновляющую планку Она должна быть слегка безумной И это проявляется даже в мелочах Когда я стою в очереди и мне нужно что-то вернуть Но эти усилия не стоят таких денег И я это выброшу Или отдам Если мне нужно сделать какую-то задачу И я могу нанять кого-то другого за меньшие деньги, чем моя почасовая оплата Я найму человека Я стал крайне ревностно относиться к своему времени Это не значит, что нельзя веселиться Отдых, безделье, время, проведенное семьей и друзьями Все это прекрасно, его не считайте Но если вы делаете то, что вам не хочется делать Что по сути является определением слова «работа» Набор занятий, которыми вам приходится заниматься Если вы работаете То оплата должна соответствовать вашей почасовой ставке Иначе не беритесь за эту работу После того, как я к этому пришел, я осознал стоимость собраний Они стоят очень дорого Особенно, когда это касается всех, кто присутствует на собрании Один говорит, семь слушают, а ты постепенно умираешь Нужно отказаться от некритически важных собраний Если в этом плане вы станете эффективнее То сможете провести это время с пользой Самый экстремальный пример — это бизнес-поездки Вы садитесь в самолет, чтобы пролететь полмира Ради одной встречи, которая, по сути, ничего не решит Потратите кучу времени там, а затем полетите обратно Где-то пять лет назад я принял решение Никогда не ездить в деловые поездки И с тех пор этим не занимался Я путешествую только тогда, когда сама поездка будет интересной и веселой Я буду в кругу друзей, поеду в место, которое я хочу увидеть Когда я заинтересован в самом путешествии Я знаю, что любая деловая поездка того не стоит Вау! Вообще, этот принцип обширнее делового туризма Он относится к жизни в целом Один из секретов счастья — осознавать, чем вы занимаетесь в моменте Это банально, но на самом деле мысль в том, что мы хотим заниматься тем, что само по себе приносит нам удовольствие Если мои действия имеют какой-то скрытый мотив, он не материализуется И даже в противном случае, если он проявит себя, он долго с вами не пробудет Все, что вы хотите в жизни, будь то машина, девушка, деньги Когда вы это получаете, через короткое время вы скатываетесь к нулю Ваш мозг генонически к этому адаптируется, и вы ищете новый предмет желаний Отлично сказал! Геноническая адаптация Вот что люди испытывают Ты быстро ко всему привыкаешь Я это понял, когда купил квартиру Это была хорошая квартира Через какое-то время я к ней привык и понял, что это всего лишь квартира Я просто в ней живу Хорошая, но я к ней привык Да, мы все проходим через этот процесс обучения Своеобразное колесо жизни Если находишься внизу, так хочется наверх Ты наслаждаешься путем Оказываешься наверху, получаешь выброс дофамина, серотонин А затем снова скатываешься, когда это проходит И снова хочешь оказаться наверху, вверх, а затем вниз На самом деле, чем выше вершина, тем сложнее двигаться по этому колесу Чем выше поднимаешься, тем тяжелее вновь оказываться внизу Так что сейчас подержит твой огонь? Что мотивирует тебя на действия? Искусство Искусство? Это все искусство А, понял! Искусство — это творчество Все, что делается ради собственного интереса Что мы делаем из собственного интереса? Кого-то любим Создаем что-то Играем Занимаемся творчеством Для меня бизнес — это игра Я создаю бизнес-проекты, потому что это весело Мне нравится делать продукт Даже когда я инвестирую в проект Мне нравится работать и общаться с этими людьми Я учусь у них Мне нравится наблюдать за созданием крутого продукта Сейчас я отказываюсь инвестировать в разные надежные проекты Если продукт выглядит скучным С этим проектом я ничему не научусь Это настоящая роскошь! Это действительно роскошь Творчество и обучение Это роскошь, но это не тот случай, когда либо это у вас есть, либо нет Вы постепенно можете двигаться в этом направлении Да, но это должно быть целью Это целью В молодости я так отчаянно хотел зарабатывать, что брался за все подряд Если бы мне сказали, что есть надежный бизнес, связанный с канализационными работами Не хотел бы взяться? Я бы сказал, давайте, главное — зарабатывать Слава богу, что мне не предоставили подобную возможность Я рад, что пошел путем технологий и науки Я искренне этим наслаждаюсь Я совместил свою профессию с тем, что мне нравится Посмотри на себя Ты играешь, веселишься, творишь Ты не работаешь Нет Об этом я и думаю, когда говорят, что надо работать усерднее Как бы да, но не совсем Я постоянно работаю Со стороны это кажется работой Но для меня это игра Поэтому я знаю, что у меня не может быть конкурентов Все потому, что я играю 16 часов в день Если кто-то захочет со мной конкурировать и столько же работать Они проиграют, потому что не смогут этим заниматься по 16 часов в день Слушай, дружище, наш диалог был наполнен мудростью Я надеюсь, что люди почерпнут из него что-то для себя и применят в своей жизни И я с удовольствием послушаю тебя снова, чтобы взять что-то для себя То, что я пока не применяю Я ценю твое время и я ценю, что ты пришел на подкаст Спасибо за приглашение Ты можешь рассказать людям о своем небольшом подкасте Он называется «Подкаст Наваля» Да, лучший способ меня найти — это твиттер «Эд Наваль» У меня есть сайт nav.al У меня есть ютуб-канал Наваль И подкаст Наваль Вот и все Спасибо большое, это было очень ценно Спасибо Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!